Тут мои конспекты, тут справа слева. Кое-какие интересные артефакты. У каждого из этих предметов будет своя небольшая история. Я вам эти предметы покажу, а потом вы можете пойти в музей, о котором я тоже вам расскажу, и сами эти предметы взять в руки, ну или, по крайней мере, посмотреть на них вблизи. У нас очень много книг, которые приходится читать, перечитывать, просматривать, готовясь к нашим с вами встречам. И вот в руках у меня первые из четырех томов. Издание XIX века. Издание Суворина с иллюстрациями. Александр I. Жизнь и царствование. Потрясающая книга. Начинается вот с такого необычного для нас портрета. Этот портрет сделан с натуры. Александр I не позировал, он работал. Ему здесь вот 40. Портрет делал прославленный английский художник Доу в своей записной книжке. Этот этюд, этот набросок к будущему парадному портрету сам Доу назвал самым лучшим. Она смотрит красивый 40-летний мужчина, не располневший, но с голубыми глазами, ярким лицом. Тут не видно, но высокого роста мы знаем. Ну что ж, начнем. После тревожных сентябрьских дней 1777 года, когда небывалое в летописях Петербурга наводнение грозило столицей гибелью, настало для императрицы Екатерины II радостное событие. Во вторник, 12 декабря, в 10.75 утра, великая княгиня Мария Федоровна в Зимнем дворце зарешилась от бремени с сыном. Новорожденному дано пожеланию императрицы имя Александра в честь Александра Невского, святого для России и для Петербурга в особенности. Династия, наконец, упрочилась. Вот так начинается это большое издание о жизни Александра I. Как его только не звали при жизни. В Европе северным сфинксом за непроницаемость, невозможность угадать, что он мыслит, коварство, как считали европейцы. Наполеон называл его Северный Тальма по имени известного актера в том смысле, что Александр – величайший хитрец и лицидей. Это недалеко от истины Александру удалось неоднократно обхитрить Бонапарта. Вы знаете, невозможно рассказать об Александре все, потому что вот это вот четыре таких тома – это только малая часть его жизни. Поэтому в нашем рассказе мы постараемся выделить самое главное. Слухи и легенды вокруг его жизни и смерти, кстати сказать, с его смертью связаны главная загадкой. По поводу Федора Кузьмича, старца, мы о ней расскажем позже. Так вот, все эти слухи и легенды означают только одно – за именем Александра Павловича Романова, императора Всероссийского, стоит живая историческая личность одного из самых крупных государственных деятелей Европы XIX века. Александр I был во главе России в эпоху Наполеоновских войн, в эпоху европейских реставраций, революции. Он был первый, кто поставил в повестку российской жизни вопрос о необходимости ее полноценного либерального реформирования. Я подчеркну, было в те времена, когда дворянство отторгало даже сами разговоры о возможности изменения государственного устройства, каком-либо ограничении самодержавия или крепостного права. Александр оказался личностью настолько сложной, настолько глубокой, что потомкам его, исходящим из известных нам стереотипов, оказалось очень трудно проникнуть в его мысли, объяснить его поступки. Особенно ему досталось во время СССР. Все публикации об Александре носили, как правило, негативный, разоблачительный характер. Ведь Александр I, начиная реформы, потом с точки зрения советской историографии, их забросил, а под конец жизни превратился в реакционера и мракобеса. Этого советская историческая наука простить ему не могла. Прозорливость Александра и его дипломатическое искусство объяснялись примитивно хитростью, ловкостью. Проповедуемая им братство народов, союзность правителей объявлялись ханжеством, лицемерием и, конечно, стремлением сохранить реакционный монархический строй во всей Европе. Дальновидный и, как ни странно, очень расчетливый выбор помощников объяснялась беспринципностью и неспособностью сформировать постоянную команду. Его внешняя мягкость выдавалась за нерешительность, взвешенность суждений за двуличие, осторожность за трусость. И даже преследовавши всю жизнь его желание оставить трон, заняться частной жизнью, все это называлось мистификацией, ложью и стремлением ввести общество в заблуждение. Беда Александра в том, что им оказались недовольны все. И, кстати, до революции, и после, и либералы, и патриоты-государственники. Ну, либералы почему недовольны? Много чего наобещал, заявил огромную программу государственных либеральных реформ, а на выходе получился, с точки зрения либералов, ну, ерунда какая-то, пшик. В конце вообще скатился в реакцию. Государственники тоже были недовольны, что всем своим этим либерализмом ненужным он отменил жесткие военные устремления своего отца Павла, расслабил общество, расслабил армию. Все это привело к катастрофе. Август-сентября 1812 года, когда Наполеон оказался в сгоревшей Москве, тоже государственникам Александра не нравилось. Он, конечно, потом несколько искупил все эти ошибки взятия Парижа, но мог бы и лучше. Давайте обо всем по порядку. Родился Александр в Петербурге в декабре 1777 года. Крестной матерью его стала бабка, сама Екатерина Великая. Вообще, с семьей ему повезло. Отец цесаревич Павел. Мать, кстати, замечательная женщина, любящая. Крестные отцы, правда, заочно, но серьезные. Одним стал император Австрии Иосиф, вторым – прусский король Фридрих. Как сказано в этой замечательной большой книге, имя ему было дано официально в честь Александра Невского, покровителя Петербурга, русской земли. Но бабушка Екатерина была женщиной хитрой, поэтому в голове, конечно, она имела не только Невского, но и Александра Македонского. Старшему внуку, который станет ее любимым внуком, готовилась великая судьба. Второй сын, как мы знаем, будет наречен Константином также. Бабушка выберет имя. Сознательно в честь Константинополя, императора Константина Византийского, императора Восточной Римской империи, с дальним прицелом, что Александру править в городе святого Александра Невского в Петербурге, а Константину править в Константинополе. Собственно, Екатерина II так впрямую в узком кругу и говорила. А Константин переедет из Севастополя в Константинополь, в Царьград. Ну, вот такой был мегагреческий проект. Я об этом рассказывал довольно подробно в лекциях о внешней политике Екатерины. Раз в курсе рассказов об истории XVIII века, я к этим лекциям вас отсылаю, там можете узнать детали. Интересно то, что имя Александр никогда ранее в истории семьи Романовых мальчикам не давалось. Был у Петра I второй сын, он умер во младенчестве. Собственно, и все. То есть, это был первый Александр Романов, считайте, за 200 лет. Значит, Екатерина, как мы помним, сыну своему Павлу не доверяла. Тому было очень много причин, но главное в том, что сама Екатерина была совершенно незаконной императрицей. То есть, ее права на престол, как я вам как-то рассказывал, равнялись строго нулю. Она была узурпаторша, которая захватила престол от имени своего сына, наследника Павла, и просто никому этот престол не передала. Гвардия присягала не Екатерине. Гвардия присягала наследнику Павлу. Правительство присягало наследнику Павлу. Екатерина Регенша до момента совершеннолетия. Время шло. Дата совершеннолетия российским законодательством той поры была не определена. А властная Екатерина с сыном властью делиться не стала. Но время шло. И не думать о будущем Екатерина не могла. Поэтому вот так вот безжалостно и жестоко отодвинув своего единственного законного наследника Павла от любых властных решений, Екатерина решила воспитать... Мы знаем с вами, что Павел ей еще и не очень нравился. Она видела в нем все-таки своего мужа. Там есть над чем поразмышлять доктору Фрейду. Не очень хорошие были у них отношения. Но Екатерина уже решила внука взять в свои руки и воспитать его по своему образцу и подобию. Сделать его идеальным мужем. Для начала идеальным ребенком. Любите своих внуков. Они отомстят за вас вашим детям. Как в свое время Елизавета забрала Павла у нее, так же Екатерина сразу после рождения забирает у родителя Александра. Потом она, кстати, и Константина точно так же. И начинает заниматься его воспитанием. Все мы, как родители, с вами, конечно, в ужасе от этого, как забрать ребенка у родителей. Более того, чтобы повидать собственного сына, Павел должен был письменно обращаться к матушке за разрешением. Ему указывалось, можешь прийти в такое-то время, в такой-то день, в такой-то час. Все было очень строго регламентировано. Конечно, Саша и Константин, они из-под этой опеки старались убежать. При первой же возможности бежали к маме. Все это было очень трогательно. Но отношения, конечно, неестественные. Отдадим Екатерине великое должное. И внуков своих воспитывала просто-таки образцово. Начнем с того, что она написала собственноручно, подробнейшую инструкцию вручила нянькам, воспитательницам. Эта инструкция опубликована, ее можно найти в интернете. Написана довольно хорошим литературным языком. Мы знаем, что Екатерина блестяще говорила, писала по-русски. Даже сегодня, с точки зрения современной педагогики, это хороший документ. Многим мамам и папам можно брать и просто ему следовать. В отношении закалки. Солнце, воздух и вода – ваши лучшие друзья. Будить детей рано. Максимум времени на свежем воздухе под солнцем. Никакого внимания не обращать на загар. Тогда это было не модно. Загара не бояться. Водные процедуры. Причем вода всегда холодная. В комнате, в спальне должно быть так же всегда прохладно. Всегда открытое окно. Постель простая. Одежда самая простая, без всяких излишеств. Питание. Простая русская полезная еда. Никаких сладостей. Никакого сахара вообще. Все это касается маленьких, как бы сейчас сказали, дошкольников. Ну и младших школьников потом. Александра и Константина. Все подвижные игры приветствуются. Ребячатся пусть сколько угодно. Поощрять их стремление двигаться и увлеченно чем-то заниматься. Вообще дети должны быть по замыслу Екатерины заняты всегда. Как только ребенок от чего-то устал, от каких-то игр, либо от первых своих специальных занятий, учитель, нянька должны посадить его и начать с ним разговаривать. По взрослым рассказывать какие-то истории, делиться опытом, чтобы ребенок, отдыхая, научился думать и слушать, и разговаривать как взрослый. Основная идея Екатерины не вдалбливать знания, а возбудить любовь к знанию, желание учиться. Когда Александру исполнилось 7 лет, и от нянек и дядек его передали уже профессиональным учителям, тогда было принято домашнее воспитание, так вот штат этих учителей также персонально Екатерина тщательно подбирала, она написала следующее, я процитирую. «Я убеждена, что Александром будут всегда и в полной мере довольны, так как он соединяет уравновешенность характера с удивительной для его возраста любезностью. У него открытое приветливое лицо, благородствой, силой, умом, любезностью, знаниями. Господин Александр, она называла даже мальчика всегда «господин Александр». Господин Александр значительно превосходит свой возраст. Екатерина сама учила детей и читать, и писать, но кроме того, максимум физического труда. И она очень гордилась тем, что Александр любит труд, любит делать домашнюю работу, как бы сейчас сказали, мыть посуду, убирать дома. Он любит рубить дрова во дворе. Это маленький мальчик. Он что-то там красит, он клеит обои, он прекрасно знает работу кониха, то есть может ухаживать за лошадьми, он может управлять экипажами, как кучер. Он умеет пахать, сеять и бронить, как крестьянин. Ему это нравится, так как его знаменитый прапрадед Петр Первый, он учится столярному делу, и у него неплохо получается, и все это Александр делает очень легко. Мальчик, у которого не только голова на месте, но и руки у которого золотые, опять же, как у прапрадедушки. С детства его будет отличать удивительный аскетический образ жизни. Ну, аскетический, естественно, для неограниченного властителя с абсолютно неограниченными материальными ресурсами. Александр всю жизнь будет рано просыпаться, не позже 7 утра. Много работать с бумагами. Он будет с удовольствием общаться с людьми. Он будет вообще очень приятен в общении. Это будет человек, который умеет не только говорить, но и слушать, прислушиваться к своим подчиненным. У него будет, кстати, очень небольшой круг друзей, и он этим друзьям будет верен всю свою жизнь. Не разбрасывается людьми. Он не чурается одиночества. Александр любил долгие пешие прогулки, либо долгие верховые прогулки. Но что выделяло его более всего, это строгость самооценки. Александр знал свои слабости, знал их очень хорошо. Он понимал, что он тщеславен, что он самолюбив, что ему нравится-нравится. И он об этом в открытую говорил. Даже пытался, может быть, не очень удачно, но пытался с этим бороться. Ну и, наконец, замечательное качество Александра. Он вообще добрый человек, снисходителен к людским недостаткам. Понимаете, для абсолютного монарха, как-нибудь потом расскажем о его братье Константине, во многом его полной противоположностью, он умел прощать ошибки. Был очень вежлив со слугами, вежлив с окружением своим, вежлив к своими подчиненными. Это большая-большая-большая редкость. Но и Екатерина, и те, кто имел отношение к Александру, отмечали упрямство. Хитрость и тщеславие. Все это, зная характер и склонности и его бабки, и матери, и отца, могло быть отчасти следствием неестественного состояния между двумя дворами. Александр официально все время находился при Большом дворе, при женском, при дворе Екатерины. Убегал периодически в Малый двор, в Гатчинске, к отцу. Когда он уже вырос, он все больше и больше времени проводил вместе с отцом. И, кстати, сказать историю о том, что у них были якобы очень плохие отношения, это неправда. Отношения у них были нормальные. Отец сыну доверял и поручал ему очень серьезные и важные дела. А в этом отношении он поступал совсем не так, как его мать Екатерина, которая Павлу не доверяла и не поручала ничего вообще. Хоть до самого зрелого возраста. Вот некоторые такие византийские черты, такая хитрость. Это тоже было заложено в Александре с детства. Ну, может быть, для руководителя империи это и неплохо. Я сказал вам, что Екатерина сама подобрала для Александра учителей. Выбор был очень и очень нетрадиционен. Его учили весьма узкие профессионалы. Самым необычным из его воспитателей стал швейцарец Лагарп. На самом деле он не Лагарп, он дворянин, он де Лагарп. Но он отказался добровольно от своего дворянства, от приставки де, потому что был убежденнейшим республиканцем. Был нанят для преподавания французского языка. Но показал себя настолько глубоким, интересным преподавателем. Писал замечательные предложения по воспитанию. Екатерина пришла от него в полнейший восторг. Более того, когда он открыто поддержал французскую революцию, и когда Екатерине стали доносить, что воспитанием вашего любимого внука занимается тайный якобинец, она отмахнулась, сказав, да будь он хоть якобинцем, хоть республиканцем, кем угодно. Если это честный человек, с меня этого довольно. Проявила потрясающую толерантность. И таким образом Лагарб стал не только преподавателем французского языка Александра, но и преподавателем такого комплексного предмета, что-то типа обществоведения и политологии. Именно он, как считается, и заложил в душу Александра стремление к социальной справедливости, неприятие абсолютной монархии. И вообще Александр в молодости – это убежденнейший республиканец. Александр и потом всю жизнь с ним переписывался. Считал, что никто в его жизни не повлиял на него так, как Лагарб. Лагарб тоже любил Александра и впоследствии вспоминал. Ни для одного смертного природа не была столь щедра. Как-то неудивительно, Лагарб преподавал и для Константина, а вот Константин так и остался к этому совершенно глух. И до конца своей жизни считал, что республика – это синоним ругательного слова. Но если мы посмотрим на других преподавателей Александра, трудно было вырасти двоечником. Учителем географии, естествознания и биологии стал виднейший ученый-географ Палас. Академик, естествоиспытатель, автор многих классических замечательных книг по жизни животных, растений. Человек энциклопедических знаний по масштабу мыслей своих, в общем-то, сопоставим с Дарвином. Английский язык ему преподавал исключительно образованный, долго живший в Лондоне священник, протеерей Андрей Самборский. Светскую историю и русский язык, и литературу Александру преподавал Муравьев, отец плеяды декабристов Муравьевых. Блестяще образованный человек, благодаря которому Александр I в то франкофильское время, когда дворяне зачастую говорили-то по-русски коряво, писать вообще толком не умели. Для них родным языком дома был французский. Но Александр замечательно говорил, и писал, и думал на русском языке. Процитирую вам несколько мыслей Лагарпа по поводу того, как следует воспитывать будущего абсолютного российского монарха. Вы знаете, если он действовал таким образом, все-таки Екатерина правильно подобрала Александра учителя. Вот что Лагарп писал. В этом есть здравый смысл. Кавычки открываются. Будущий правитель не должен быть ни физиком, ни натуралистом, ни математиком, ни географом, ни филологом, ни юристом. Он должен быть честным человеком и просвещенным гражданином. Он должен знать преподаваемые ему предметы настолько, чтобы понимать их настоящую цену и иметь ясное осознание обязанностей, лежащих на монархе, в руках которого счастье и несчастье миллионов. Замечательно сказано. Лучший и, может быть, единственный друг правителя, убеждал Лагарп, это сила его собственной рассудительности, с помощью которой он взвешивает доводы своих министров, советы друзей и похвалы царедворцев. Сложно не согласиться. Александр с детства высказывал, конечно, максимум почтения своей великой бабушке Екатерине, но сложно сказать, что он думал на самом деле. Этот человек был очень скрытный. Вот в одном из писем своему учителю Лагарпу Александр писал, это уже было некоторое время спустя после смерти Екатерины, в момент царствования его отца Павла. «Вам известны различные злоупотребления, царившие при покойной императрице. Они лишь увеличивались по мере того, как ее здоровье и силы, нравственные и физические, стали слабеть. Вам уже давно известны мои мысли покинуть свою родину». Надо к этому отнестись правильно. Александр действительно говорил, в частном кругу много, что он не хочет царствовать. Пусть царствует его отец, чем дольше, тем лучше. А потом, может быть, его братья, потому что он хочет просто жить частной жизнью где-нибудь в Европе, ну или дома. Александр такой был изначально, к власти совершенно не тянулся. Да он шифтер. Но, пишет Александр, «Несчастное положение моего отечества заставляет меня придать своим мыслям иное направление. Если когда-либо придет и мой черед царствовать, я сделаю несравненно лучше, посвятив себе задачи даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-нибудь безумцев». Мне кажется, это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы проведена с законной властью. Александр, по сути, излагает программу «Освобождение России и революции сверху». С законной властью, которая перестала бы существовать, как только Конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей. Вот, собственно, и все, чего хотел Александр. Прийти к власти и осуществить реформы, которые позволят мягко и постепенно сверху сменить форму правления на его любимую по молодости республиканскую. В этом отношении мне очень напоминает саму молодую Екатерину. Такую же идеалистку, которая, придя к власти в возрасте тридцати с небольшим лет, хотела все сразу изменить. Помните, уложенная комиссия, почти будущая Конституция, размышления об отмене крепостного права и прочее, 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 прочее. История повторяется. В 1793 году Александр женился. Женился уже по традиции на немецкой принцессе, которая была названа Елизаветой Алексеевной. Конечно, это был XVIII век, галантный век. Сложные отношения между супругами и странные представления для нас сегодня о семейной верности. Нельзя сказать, что они не нравились друг другу. То есть, это не был такой брак, как между его бабкой Екатериной и Петром III. Нет. Александр прелестный юноша, физически очень развитый, около 16 лет, красивый. Невеста у него молодая, красивая. Тоже где-то было около 15 на этот момент. Рано тогда женились, выходили замуж. Они выглядели, как два ангела. И вначале, наверное, симпатия была, но вот это все-таки ранний брак, брак по принуждению. Невеста, естественно, ему бабушка тоже выбирала. Никто его мнения в деталях не спрашивал. Как-то быстро они друг другу охладели. И у Александра стали появляться любовницы. На поведение своей молодой жены он тоже особо не обращал внимания. Вообще отношения Александра и Елизаветы, у них все-таки будет долгая жизнь. Родится двое дочерей через несколько лет, обе умрут. Потом они совсем расстанутся и будут общаться только формально. Последние годы жизни совершенно неожиданно воссоединятся и будут относиться друг к другу с невероятной нежностью. Сложные отношения Александра и его супруги Елизаветы, которые знали взлеты, падения, это на самом деле сюжет для невероятного любовного сериала, похлеще любой турецкой мелодрамы или бразильской. Надеюсь, когда-нибудь что-нибудь интересное на эту тему снимут. Я обязательно к этой теме еще вернусь. Так вот, молодой Александр близок к своему отцу. Павел его назначает военным губернатором Санкт-Петербурга и шефом Семеновского полка, инспектором кавалерии пехоты. В общем, там никакого отчуждения не было совершенно. И вот заговор Палина и Бениксона убийства Павла Первого. Опять же, я вам не буду про это рассказывать, этому посвящена у нас отдельная подробнейшая лекция. Знал ли Александр об убийстве своего отца? Знал ли Александр вообще о заговоре? Самая общепринятая версия, давайте будем ее придерживаться, и я тоже к ней склоняюсь, что, конечно, Александр был неглупым молодым человеком. Он о заговоре прекрасно знал, знал в деталях, но единственное, что он требовал и что было ему обещано, то, что отцу его сохранят жизнь. Павел подпишет отречение от престола, ну и дальше будет где-то прекрасно жить частным образом. Есть версия, что Павин, главный организатор заговора, губернатор Петербурга и прочее, 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 ближайший, надежнейший товарищ из подвижника императора Павла Петровича, он провел блестящую многоходовку и убедил сначала императора подписать указ об аресте сына, то есть он подставил Александра перед отцом, затем показал Александру текст необнародованного этого секретного пока указа, напомнил Александру о страшной судьбе царевича Алексея, все это было очень свежо в памяти, и мы знаем, Павел очень любил сравнивать себя с Петром Первым, говорил, что он его преемник во всех смыслах, и таким образом напугав Александра неизбежностью ареста и расследования, сначала граф Панин, потом через некоторое время граф Палин, оба уговаривали войти в заговор, Александр, естественно, отнекивался, но отцу об этом не доносил, ничего не говорил, и сам факт недоносительства в данном случае, конечно, являлся государственной изменой. Таким образом, Палин шантажировал Александра этим фейковым, как бы сейчас сказали, указом, Александр бездействовал. Ночью, сразу после убийства Павла, Палин ворвался в комнату, в спальню Александра, который лежал в кровати, одетый, и в сапогах, лежал, и дремал, видимо, ждал, как все разрешится. Палин сообщил, что отец его скончался, Александр сначала упал в обморок, вообще был чувствительный, потом разрыдался, хватит ребячиться, прикрикнул на него Палин, государь, возьмите себе руки и идите царствовать. Александр вышел на балкон здания, внизу уже собрались гвардейцы с горящими факелами, какие-то собранные царедворцы, и объявил им, батюшка скончался апоплексическим ударом, все при моем царстве не будет делаться по принципам и по сердцу моей любимой бабушки, Екатерины. Гвардейцы ликовали, столица рекой лило шампанское, Александр был в ужасе. Я не знаю, может быть, он сам себя убедил в том, что отца его не тронут, хотя это было довольно наивно. Как вспоминал его потом один из лучших друзей, Адам Черторыйский, мысль, что он был причиной смерти отца, была для него столь ужасна, что он чувствовал, будто меч вонзается в его совесть. Целыми часами он сидел один, молчал, глядя в одну точку, как бы сейчас сказали, с угрюмым и неподвижным взглядом. Александр был в чудовищной депрессии о том, что он, как бы соглашаясь с заговором, косвенно санкционировал смерть его отца, эта мысль не покинет его до последних дней его жизни и во многом предопределит жизнь Александра на будущее 24 года. В этот момент важную роль сыграла его молодая жена. Она умоляла его не падать духом и посвятить себя счастью русского народа. Смотреть отныне на свою власть и на все свои деяния, как на возможность искупления греха. Ну, наверное, так Александр и стал со временем к этому относиться. Ну, а потом вне Александровых прекрасное начало. Александр первое время никого не тронул из заговорщиков. Палин торжествовал, ощущая себя полнопластным неформальным регентом Российской империи. Александр общался с дворянством. Один ходил по Петербургу без охраны, со всеми раскланивался, все рыдали от умиления. Он сразу стал говорить, что главный недостаток, которым страдает русский устарственный порядок, это произвол. Поэтому необходимо принять со временем хорошие фундаментальные законы, которых еще не было в России, которые сделают жизнь всех слоев русского общества счастливой. Ну, кому такое могло не понравиться? Кроме этого, началась настоящая оттепель, как из рога изобилие указа один замечательнее другого. Конечно, он объявил, что будет царствовать по образу и подобию своей бабушки, но если бы бабушка его, пожилая Екатерина, увидела, как начинает царствовать Александр, она бы, конечно, пришла в ужас. Первым делом Александр по традиции помиловал большое количество, то ли 150 ссыльных и заключенных, разрешил вернуться на службу 12 тысячам ранее уволенных Павлом чиновникам и офицерам. Кстати, среди них были люди известные, такие как Радищев, сосланный Екатериной. Помиловал он был еще Павлом, но Александр разрешил ему вернуться в Петербург. Генерал Ермолов, будущий герой войны 1812 года и вообще герой русской военной истории выезд за границу свободно разрешил Александр. Разрешен был ввоз в Россию целой категории товаров, которые были ограничены при Павле, иностранных книг, журналов, газет, музыкальные ноты почему-то запретил Павел, видимо, сгоряча. Была объявлена свобода всех видов торговли, разрешено иметь частные типографии, выписывать свободно любые иностранные газеты, журналы. Была объявлена амнистия всем беглецам, скрывавшимся за границей. Самое главное, Александр вернул все положения, жалованные грамотой дворянству и жалованные грамоты городам, то есть все эти привилегии, которые по чуть-чуть, нам, кажется, несущественно, а тогда дворянам казалось очень даже существенно и обидно, все, что Павел подкрутил, все эти гайки Александр расслабил. Да, пожалуйста. Запрещены были телесные наказания для дворян, даже осужденных судом за какие-либо преступления. Разрешено офицерам уходить рано в отставку, если они не хотят служить в армии. Ликвидирована тайная канцелярия, ну, у нас все правители с этого начинают всегда. Напомню вам, что тайная канцелярия, политический сыск, следствие, одновременно прокуратура, еще чуть-чуть пыточная, была учречена Петром Первым, параллельно с преображенским приказом. Уже Екатерина, его жена Петра, сразу же эту спецслужбу ликвидировала, однако Анна Иоанновна ее восстановила, переименовав ее в канцелярию тайных разыскных дел. Петр III опять это ликвидирует, Екатерина милосердно ликвидацию подтверждает, но восстанавливает потом под другим названием, под названием тайной экспедиции. Александр ликвидирует эту службу окончательно, сам функционал ее передав Сенату, но Сенату при Александре, честно говоря, было не до этого, поэтому правление Александра это правление почти, можно сказать, без страшных функций политических карательных органов. Затем он делает очень хитрую, показательную комбинацию, завоевав расположение в обществе, расставив по ключевым должностям своих людей, Александр постепенно всех основных участников заговора против Павла отстраняет от должностей, от мест, где они принимают какие бы то ни было решения. Главного уже Демиурга, главного заговорщика графа Палина, упивавшегося в тот момент своей властью и величием, просто вытаскивают из постели, его не казнили, не судили, ему предписали просто 24 часа покинуть Петербург и отправиться в свое прибалтийское поместье, где он и проживет еще много-много-много лет, но уже никак не влияя на управление Российской империей. До вошедствия на престол вокруг Александра сложится кружок передовой молодежи. Это будет будущий негласный комитет, так называемый, который, собственно, и придумает и организует все реформы либеральные первого периода правления Александра до начала Наполеоновских войн. Комитет этот был очень небольшой, практически на пальцах одной руки можно пересчитать его участников. Этих людей надо знать, потому что у них очень интересная, я буквально двумя словами расскажу, очень необычная судьба. Ну и вообще фамилии, мне кажется, эти образованный человек должен как-то воспринимать. Итак, комитет, помните, как при Иване Грозном тоже была такая избранная рада? Вот это была избранная рада 19 века, которая и задумывала, как реорганизовать и перестроить Россию. Граф Строганов мега богач, примерно сверстник Александра, поразительный человек, пропутешествовал по всей Европе, естественно, блестяще образованный, и в разгар французской революции, в разгар якобинского террора оказался во Франции, где умудрился полноценный российский олигарх с десятками тысяч крепостных, где умудрился называть себя гражданином, разгуливать по городу в красном колпаке, у него была какая-то возлюбленная революционерка, активная, пассионарная Инесса Армант своего времени, и даже вступить в якобинский клуб. Потом, слава богу, вернулся на родину и с якобинским революционным задором думал вместе с Александром, как устроить жизнь в России лучше. Второй член этого негласного комитета граф Кочубей, малорос, талантливейший молодой человек, блестяще образованный, воспитанник, руководитель внешней политики той поры, графа Безбородка, граф был бездетным, Кочубей был его любимым воспитанником, ну, судя по фамилии, вы понимаете, что это из того самого древнего-древнего шлихетско-казацкого рода, малороссийского, Кочубей, Мазепа, Мария Кочубей, вот-вот от тех самых. Знатный род, аристократ, буквально лет в 25 ставший послом в Константинополе, при Павле I, самый молодой, наверное, в истории Российской империи, вице-канцлер, несмотря на такую молодость, он был довольно умеренных взглядов Кочубей. Третий, уже поминал со мной, поляк, князь Адам Черторыйский, потом станет герцогом в Европе, спустя какое-то время, знатнейший род, богатейшая польская семья, воевал против русских во время разделов Польши. Екатерина умела приручать врагов, Екатерина не казнила ни Черторыйского, ни его брата, который тоже воевал против нашей армии, а наоборот взяла их на русскую военную службу. Конечно, приехали они сюда исполненные ненавистью и желчей к России, но прошло несколько лет, и тот же Адам Черторыйский признавался, говорит, вы знаете, чем больше узнал русских, тем более убедился в том, что они такие же, как и мы, ничем не лучше и ничем не хуже. Поэтому новая родина обошлась ко мне милостиво, я люблю Польшу, но желаю блага и Польше, и России. Следующий Николай Новосильцев, этот самый старший, пожалуй, он старше был Александра лет на 15, опытный военный, профессиональный, полковник, тоже интеллектуал, человек, который был как бы самым опытным, самым умудренным жизнью среди всех молодых членов негласного комитета. Были там и другие, естественно, люди, но это была постоянная пятерка. Вместе с Александром при них, конечно, были помощники, товарищи. Таким образом, в Спиранске впоследствии появится как помощник одного из членов негласного комитета. Шутя, они называли друг друга и свои сборища комитетом общественного спасения. Такая шутка довольно двусмысленная, потому что комитет общественного спасения это правительство якобинцев. Шутка такая с тройным дном. Задачей комитета было сначально изучить ситуацию, представить действительное положение вещей, а затем приступить к реформам. Конституции и отмена крепостного права. Каждый из членов этого комитета имел право в любое время дня и ночи прийти на аудиенцию к царю без доклада к императору, если было важное дело. Собирались первое время они очень часто, два-три раза в неделю. Написали проект Конституции. Называлась она не Конституция, а жалованная грамота российскому народу по образцу жалованной грамотой дворянства. Писал ее, кстати, граф Воронцов, известный рекционер. Сделал по такому британскому образцу очень свободолюбивый документ. Готовились реформы, обсуждалась отмена крепостного права. Лагарпа учителя Александра вернули из Швейцарии и тоже привлекли к работе. Что получилось? Получилось так, что самым радикалем из них был Александр. Он хотел все и сразу. Республику, свободу крестьянам, приоритет закону, парламент. Конечно, друзья его отговаривали. Говорили, посмотри на судьбу с печалью своего отца. Не убеждает, посмотри на судьбу своего деда Петра. Долго не проживешь. Дворянство, главный вооруженный класс империи, ничего этого не хочет. Ты заберешь у них деньги и собственность. Кто тебя будет поддерживать? Никто тебя не спасет. Кстати сказать, революционер Лагарп был самым консервативным и уговаривал тоже ничего резко не делать. Реформы проводить постепенно. Что было сделано в итоге? Я так коротко перечислю, что хотели и что получилось. Хотели отменить крепостное право. Не решились ни в каком виде, но сделали кое-какие подвижки в отношении крестьянства и ослабления дворянских привилегий. Во-первых, Александр отказался категорически от практики передавать государственных крестьян частным владельцам. Этим широко пользовались, как мы помним с вами, Екатерина, которая раздала своим фаворитам просто разным заслуженным людям с ее точки зрения бесчетное число государственных крестьян. Этим пользовался и Павел. Он тоже этого сделал немало. Павел, правда, исходил из другого принципа. Он таким был сторонником приватизации крестьянства. Почему-то он считал, что если у крестьянина будет конкретный собственник барин, то ему будет легче. Мол, барин о крестьянине позаботится. Это было довольно наивное убеждение, потому что не все бари о крестьянах, мягко говоря, заботились. И зачастую крестьянин, работающий на государственной земле, чувствовал себя гораздо лучше и свободнее, чем непосредственно крестьянин, принадлежавший конкретному помещику. Александр практику раздачи решительно прекратил. Это было довольно серьезное самоограничение, поскольку государственные крестьяне это в конечном счете крестьяне, принадлежащие императорской фамилии. Купцам, мещанам и государственным крестьянам было дано право покупать ненаселенные земли. Это, кстати, впервые в России, когда за крестьянами было признано право владения землей. Вспомним, всего лишь несколько десятилетий назад, когда Екатерина точно так же наивно пыталась провести либеральную реформу, предложила уложенной комиссии обсудить, справедливо ли система, когда дворяне, землевладельцы владеют крестьянскими душами, уложенная комиссия рассудила, что это чудовищно несправедливо. Эту практику надо немедленно прекратить по отношению к другим уважаемым людям. Это бесчеловечно по отношению к купцам, владельцам мануфактур и фабрик, бесчеловечно по отношению к богатым, хлебопашцам, лично свободным. Они тоже все хотят иметь своих собственных крепостных. Представляете, какая была народная психология? А вот землю разрешено было владеть только дворянам. Александр таким образом признает право владения землей за всеми свободными сословиями. Крепостное право было фактически ликвидировано, ну, с целым рядом оговорок, экспериментально в Прибалтике, в Азейском крае. Правда, это не было сделано так в лоб. Ну, по сути, крестьяне были объявлены прикрепленными к земле, а не к личности помещика. То есть, их запрещалось продавать, их запрещалось покупать без земли. А что значит купить с землей? Ну, то есть, фактически, ты приобретал офис вместе с арендатором. А земля-то обрабатывалась конкретными крестьянами на конкретных договорных отношениях. Причем, эти договорные отношения, поскольку земля-то принадлежит хозяину, не крестьянам, договорные отношения тоже проговаривались. Не более двух дней барщины, если это частная земля, в неделю. Ну, как бы, в счет вот этих вот арендных платежей. Потому что, где крестьян нет денег платить за землю деньгами, будут отрабатывать физически, но два дня из семи, не более. Были запрещены телесные наказания любили. То есть, фактически, крестьяне становились почти гражданами. Только через суд. Крестьяне получили в Прибалтике право передавать землю по наследству. Помещикам запрещалось под любым предлогом их сгонять с земли переводить в дворовые. Перевод в дворовые это такой хитрый ход, которым всегда пользовались. Как бы, крестьянин не лишается земли, он просто переводится в другую категорию. В слуг при дворе. А дальше он уже без земли и продавался. Вот так помещики поступали, когда действовали разного рода запреты на продажу крестьян без земли. Далее, крестьяне при Александре получили право с дозволения помещика торговать, брать в их селя, заниматься подрядами. Появились разбогатевшие крестьяне, в том числе, выкупившиеся на волю, которые даже в течение одного поколения становились фабрикантами. Было разрешено основывать всем свободным людям, в том числе, лично свободным крестьянам, мещанам, торговые дома, что впоследствии привело к появлению полноценных акционерных обществ, развитию предпринимательства. Кстати сказать, законодательство Александров о торговых домах действовало довольно долго, с некоторыми оговорками, до конца 19 века. Но, мой след, было очень разумным. В чем-то даже разумнее сегодняшнее, потому что европейская система ограниченной ответственности, вот эта лимитед ответственность, она удобна для владельцев предприятия, дольщиков и покупателей. Эта система не всегда благоприятна. При Александре бизнес-модели в стране была следующая. Было два типа товариществ. Товарищество, ну, то есть, предприятие, давайте по-нашему назовем это. Товарищество полное, когда купцы, предприниматели, сложившиеся вместе и делающие вместе какой-то бизнес. А было товарищество на вере, которое складывалось как бы из двух частей. Также в этом товариществе были те, кто отмечал всем своим имуществом. Это были основатели компании. Полные товарищи их называли. Но дальше, если полный товарищ хочет привлечь внешнее финансирование, то он начинает выпускать акции, выпускать доли. ПАИ, тогда это называлось. Эти ПАИ продавать, и вот тот, кто купил ПАИ, он пассивный инвестор. Он за все риски этого предприятия отвечает только в размере этого ПАИ. То есть, максимум, что он может потерять, это деньги, которые он заплатил за ПАИ. Все. Мне кажется, что тогда бизнес был с правовой точки зрения устроен в чем-то справедливее, чем сегодня. Хотя, может быть, я ошибаюсь. С отменой крепостного права дело не пошло, и Александр решает придать этому такой инициативный характер. Пусть, мол, сами дворяне постепенно крепостных отпускают. Отпускается указ о вольных хлебопашцах. Этот указ дает возможность землевладельцам, тварянам, то есть, он дает как бы законодательную базу договориться с собственными крестьянами и по взаимному желанию, подписав соответствующий документ, землю им на определенных условиях передать или продать. В этом случае хлебопашцы получают полную личную свободу, становятся совершенно свободными людьми, которые могут заниматься любого рода предпринимательством, торговлей, поступать в учебные заведения, в общем, делать все, что они хотят. Беда в том, что этот указ такой благообразный, прекрасный, не сильно изменил ситуацию. За царствование Александра I он был применен всего лишь 161 раз. Лишь 50 тысяч крестьян всего лишь полпроцента от общего количества крепостных получил таким образом свободу. Почему? Не было у крестьян денег и возможности заплатить за землю. Не было у дворян желания терять постоянный доход. Так лучше капает, капает, капает рента потихоньку. Указ о добровольном отказе от крепостничества не заработал. К моменту отмены крепостного права уже при Александре II 150 тысяч всего лишь крестьян мужского пола получил таким образом личную свободу. Очень мало. Второе направление, которое удалось лучше и больше, это была реформа государственного управления. Что было сделано? Две ключевые вещи. Первое. Появился постоянно действующий законосовещательный орган при императоре Государственный совет. Он доживет у нас до февральской революции. Затем коллегии, созданные еще Петром I были заменены полноценными министерствами, как мы их видим сегодня. Число коллегий было решительно сокращено. Министерства укрупнены. Это были большие министерства, огромные министерства внутренних дел, министерства юстиции, министерства иностранных дел, военные министерства, министерства народного просвещения и так далее. И если в коллегиях руководитель в одиночку ни за что не отвечал, все вопросы решались коллегиально, на неком общем совещании, то в министерствах был введен правило личной ответственности, единочалия и принятия окончательного решения министрами. Была внутренняя структура, департаменты, отделы. Мы все восторгаемся кодексом Наполеона, какой ему Наполеон прекрасный был государствоустроитель, провидец, что по его гражданскому кодексу до сих пор в какой-то степени живет современная Франция. Да, это так. Но по реформе госуправления, сделанным в те же годы молодым императором Александром, живет до сих пор государственная система Российской Федерации. Те же министерства, департаменты, отделы. Разве что столоначальников нет. Назовем начальниками отделов. От этого ничего не меняется. Еще одна важная реформа так называемых придворных званий. По табеле о рангах были военные чины, морские, гражданские, а были придворные. Это особая категория званий. Они восходили исторически еще к тем постельничам и лицам, особо приближенным к русским монархам. В Европе было абсолютно то же самое, которые оказывали царям какие-то там личные услуги. За одеждой следили, еду первыми пробовали, чтобы государя не отравили, помогали на охоте, бумагами личными занимались. В общем, были при дворе. Понятно, что ты при дворе можешь быть небольшим начальником, но призрак монарху представляет тебе большие возможности и возможность сделать хорошую карьеру, если ты потом переместишься, например, на военную службу. Придворные звания получали люди очень молодые, из знатных родов, которых как-то там лоббировали, чтобы они вот где-то при царе, хоть денщиком, хоть кем-нибудь, но были, хоть фрейлиной. И потом, поскольку придворный чин приравнивался к определенному чину военно-гражданскому, то если этот человек со двора хотел перейти на военную либо гражданскую службу, то он в молодые годы сразу становился большим начальником. Это было, честно говоря, не очень справедливо и не очень эффективно, потому что опыта у него такого не было. Штат этих придворных званий, некая вариация администрации президента и управления делами, штат этот был страшно раздут. Александр был первым, кто навел с этим делом порядок. Он сделал эти звания просто почетными. Вот Пушкин был камерьюнкером. Камерьюнкер – это комнатный дворянин, выражаясь по-русски. Человек, который оказывает какие-то услуги буквально в покоях императору. Ну, что-то ему там помогает делать. Конечно, этих камерьюнкеров было очень много и потребностей в их услугах совершенно не было никаких. А зарплату платить надо при Екатерине жалование камерьюнкера тысячи рублей в год. Это прилично. Это очень-очень старший офицер. Вот Александр I делает эту должность почетной. То есть, мундир у тебя есть, статус есть, визитная карточка, как бы сейчас сказали, есть, а зарплаты нет. Камерьюнкер – это, кстати, большая должность. Это советские учебники истории и литературы постоянно нам говорили, что император Николай I присвоив нашему великому поэту придворное звание камерьюнкера глубоко его оскорпил. Поскольку камерьюнкер – это звание, которое присваивалось каким-то там мальчишкам, ему дали отзвание в начале 30-х, Пушкину было где-то 30 плюс, но тоже не старик совсем. Полная ерунда, вам скажу. Это очень серьезное звание придворное. Если бы сохранилось до Александровской системы, когда с чином камерьюнкера можно было перейти в армию, то Пушкин перешел на генеральскую должность. Камерьюнкер – это старшая полковника чуть ниже генерала. Это серьезное. Во-вторых, Пушкин-то не был особо каким-то выдающимся карьеристом. Это не Горчаков. С Роскосельского лицея выпускались сразу с присвоением определенного класса. В этом была особенность этого элитного учебного заведения. И максимум можно было получить, по-моему, даже девятый класс. Это класс титулярного советника, перепрыгнув. То есть не 14-й, не 13-й, сразу девятый. Для этого надо быть отличником и иметь хорошие оценки не только по успеваемости, но и по поведению. У Пушкина, как мы знаем, с вами были проблемы в Царско-сельском лице и с поведением, и с некоторыми предметами по учебе. Поэтому, как Александр Сергеевич наш великий не пыжился, но он был выпущен не с девятым классом, как Горчаков, будучи канцлером Российской империи, а только с десятым классом. Это коллежский секретарь. Это тоже очень даже немало, но все-таки не максимум возможного. Так что чиновнику девятого класса дать придворное звание камер юнкера никаким оскорблением не было. Этой реформой Александра естественно дворянство было недовольно, потому что все хотели своих сыночков пристроить как-нибудь при дворе сразу на хорошее место и потом их переместить, обеспечив им таким образом ускоренное карьерное продвижение. Самое удачное из реформ, на мой взгляд, Александра, реформа, которая предопределила все развитие последующего русского образованного общества, образованного слоя в девятнадцатом веке, это реформа образования. Первые гимназии, как мы знаем с вами, еще Петр I пытался обустраивать вместе с солдатскими школами. Почти каждый из наших императоров в блестящем восемнадцатом веке как-то, как-то, как-то улучшал систему образования, и даже Анна Иоанновна и то отметилась, поддержав инициативу создания первых кадетских корпусов. Даже она была не чужда идее, что дворянские мальчики должны получать хорошее образование, хотя бы по военной части. Александр и негласный комитет его друзей впервые подошел к этому делу системно. Была создана иерархическая школьная система, включавшая четыре степени, были созданы целые учебные округа, и система эта была следующая. Во главе стояло Министерство Просвещения. Кстати, первым Министером Просвещения был бывший фаворит Екатерины Великой Петр Заводовский, то есть у него в фаворитах были толковые люди и помимо Потемкина с Орловым. Министерство Просвещения. Под Министерством Просвещения, но весьма относительно под университет. Университетов всего было шесть. Добавилось к Московскому университету еще пять при Александре. Дербский, Веленский, указ о создании Дербского был при Павле, но организован университет был уже при Александре. Далее Казанский, Харьковский, а также, ну как москвич не могу поиронизировать, появился и Санкт-Петербургский университет, преобразованный из Петербургского пединститута. Традиция превращать институты в университеты, она еще от Александра у нас идет. Итого, шесть университетов. Эти университеты это как бы мини-республики. Они получают государственное финансирование, обучение в них практически бесплатное, если ты умудряешься туда попасть. Это полное самоуправление. То есть, университет сам выбирает ректора, сам выбирает, назначает профессуру. Более того, университет стоит как бы во главе пирамиды учебного округа и под университетом закреплены гимназии. И директоров этих гимназий, преподавателей в этих гимназиях также назначают сведомо согласие и по рекомендации университета. То, что Александр не смог сделать в масштабах страны, он решил сделать в масштабах просвещенной ее части, чтобы люди таким образом привыкали к свободе. Далее университет сам определяет, какой заниматься научной работой, чему учить, как учить, какие организовывать факультеты. Никогда с той поры после Александра в российской истории не было у университетов больше свободы, в дни Александровых прекрасное начало. Она только сокращалась по сей день. Под университетами гимназии, в гимназиях изначально, по-моему, учили на протяжении первое время шести лет, потом продлили до семи. Гимназии тоже бесплатные. Гимназия открыта для приема не только дворянских детей, а детей любых сословий, вплоть до тех же вольных хлебопашцев, лично свободных крестьян, лишь бы он смог там учиться. Выдержал. Очень тяжелая программа. Древние языки. Под гимназиями дальше уездные училища. Это три года обучения. Уездные училища, по нашим меркам, это школа восьмилетка. Примерно вот так можно сказать. Кстати, по программе и по тяжести. Это современная школа восьмилетка. А под уездными училищами приходские училища при каждом церковном приходе, где учатся, в принципе, абсолютно все. Даже дети крепостных крестьян. Если хотят туда пойти, учатся чтению, основам грамоты. В общем, читать, писать. Таким образом, программа от приходского училища, начальная школа по нашим меркам. Далее уездное училище восьмилетка. Гимназия. Это больше, гораздо, чем десятилетка. Она десятилетка и первый курс института. И далее университет. В университете три года обучения. Эта программа логически простроена. То есть, каждый раз повышается определенным образом. Ты можешь пройти все эти ступеньки и получить идеальное образование. Было и одно эксклюзивное учебное заведение в качестве эксперимента. Царскосельский. Впоследствии, кстати, имени Александра. Александровский лицей. Это закрытое заведение только для потомственных дворян. Брали туда ребят примерно с 10-12 лет. Они, конечно, уже умели читать и писать. Но, наверное, через домашнее образование главным образом. Потому что, конечно, дворяне в уездное училище не рвались. Предназначались выпускники Царскосельского лицея, очень немногочисленного, для будущего несения государственной службы. То есть это подготовка высококлассных чиновников. Находился он в прямом личном подчинении министра просвещения. Все воспитанники на полном казенном содержании. Обучение 6 лет. Очень интенсивная программа. То есть они заканчивали лицей где-то в возрасте от 18 до 20 лет. Но к этому моменту это считалось высшим образованием. Он сразу получал очень высокий чин и мог сразу идти на работу в любое министерство, ведомство, канцелярию. С определенными оговорками, наверное, мог поступить на военную службу, но такой задачи перед лицеистами не ставилось. Лицеисты — это подготовка элитных чиновников, элитных государственных служащих. Условием обучения в лицее было то, что на протяжении не менее чем 6 лет ты потом отработаешь в каком-то министерстве или ведомстве. Фактически система государственного распределения. Кстати сказать, может быть, будет вам интересно, какие были факультеты этого университета. В этом отношении было очень строго. И такого странного разнообразия факультетов, как мы видим сегодня в университетском образовании, десятки факультетов во многих университетах, узкоспециализированные, как мне кажется, сильно дублирующие друг друга. Такого раньше не было. Как правило, факультета было 4. Физмат. Он назывался немножко по-другому, но по сути физмат. Медицинский факультет, филологический факультет, широкий спектр гуманитарных наук. И четвертый факультет назывался довольно своеобразно. Он мог быть факультетом здравственных наук, факультетом политических наук. Или право, к слову сказать, широким образом для последующей государственной службы или, может быть, работы в бизнесе. Тогда так это не называли. Давайте немного все-таки отвлечемся с вами, коль мы заговорили о реформе государственной службы, обратим внимание на те предметы раритетные, которые у нас в студии. Вот мундир. Взгляните. Это очень важная вещь для чиновника и военного 19 века. Это век мундиров. Мундиры в России тогда носили не только военные, но и все абсолютно, госслужащие. Носили все чиновники. Носили учащиеся и училищ, и университетов. Вообще, можно сказать, носили все, кроме женщин, крестьян и священников. Мундире ходить было почетно. Мундир давал тебе и статус с таким воротником. Вы сутулиться-то не будете. Подбородок придется держать высоко. И красоту сразу было ясно, с кем имеешь дело. В мундире можно было прийти и на бал. Мечта всей молодежи носить красивый военный мундир. Кстати сказать, если офицера или генерала отправляли в отставку без права ношения мундира, это было страшнейшим позором. Как правило, наказанием за какие-то проступки. Если при Павле мундиры прошли первую стадию строгой регламентации, то при Александре они прошли испытания модой. Они были перекроены по последнему слову французско-английской моды того времени. Мундиры были заужены, упразднены были всякого рода парики. Затем при Александре появились стоячие воротнички и твердые и плечевые погоны и палеты. При этом воротники погоны все это украшало щитьем, петлицы были цветные. Вот по цветам воротничков различались полки. Главную моду задавал сам император Александр I, который любил носить ниральский мундир. Вот этот мундир, который мы видим сейчас перед вами, его вполне мог одевать Александр. Он двубортный, он такого темно-темно-темно зеленого сукна, переходящий в черное с красным воротником. Этот мундир предписывалось носить, я цитирую, генералам при присутствии на общевойсковых построениях, в походе и обязательно в бою, никакого камуфляжа. В бой генерал шел, скакал на коне вот в такой невероятной обращающейся внимание красоте. Зато сразу было видно в первую очередь своим солдатам, что его превосходительство от пуля не кланяется и солдат своих не бросает. Обратите внимание на вот эти ипполеты, предшественники погон. Какое звание это простой генерал-майор или целый какой-нибудь генерал от инфантерии, выражаясь современным языком это генерал-полковник или генерал-армии, тут не понять. Видно только, что это ипполеты генеральские, и обращаться к нему надо ваше превосходительство. Если это штаб-офицер, то вот эта бахрома на ипполетах будет потоньше. А если это обер-офицер, младший офицер, то бахромы не будет вообще. Вспомните портрет офицера Михаила Юрьевича Лермонтова. У него вот эти ипполеты без бахромы, потому что пока еще не заслужил. По этому мандиру род войск тоже не поймешь, но у офицеров были шляпы. На шляпе были перья, либо султаны. И вот как раз по цвету этих перьев, султанов, можно было определить пехотную, это генерал, кавалерийский генерал или артиллерийский. От бундира повернемся с вами к шляпе. Вот я даже в руки возьму. Типичная гражданская, она же военная фетровая шляпа той поры. Из гражданской она перешла в военную. Только если ты на строе, на параде, то тут будут еще перья. По цвету этих перьев можно будет распознать род войск. Но без перьев тоже носить, естественно, можно было. такое специальное шитье золотое, тоже определенно военное. То, конечно, если вы скачете на коне, то тогда шляпа носилась таким вот образом. Ну, потому что иначе ветром просто сдует. На коне вот так. Вот. Строго. Это, кстати, довольно удобно. Одевали шляпу полами вперед и называлось одеть шляпу с поля. Поменьше парусность, чтобы ветром не сдувало. Ну, коль я вот что-то так получилось сижу на столе. О, кстати, отвлекусь. Все, Пушкин, Пушкин. Вот пистолет военный, он же дуэльный. Говорим об Александре, давайте представлять себе оружие той поры. Полтора килограмма весом заряжается с дула. Пуля вместе с патроном загоняется вот сюда шомполом. Я, кстати, зря назвал их дуэльными, потому что, конечно, чуть более иной моделью обычно использовались при дуэли. Этими пистолетами обычно вооружались нижние чины кавалерии. Поскольку перезарядить их на скаку было абсолютно невозможно, то, ну, просто шомпол не загонишь. Это пистолет одного выстрела в бою. Выдавали их по парам. Если дело доходило до сабельной рубки, у кавалеристов это совсем плохо. Обычно ограничивались перестрелками. Кавалеристы сближались со строем, либо друг с другом, и стрелялись с пистолетами. Так вот, по два таких пистолета находилось в специальных седельных сумках спереди. Они были заряжены всегда, придерживались еще пыжами. Естественно, пули, чтобы не вылетели. Так заботливо всегда эти седельные сумки были прикрыты специальной толстой материей, чтобы не промокли. Тяжело говорить о точности стрельбы из этих пистолетов, то есть некое подобие мушки, мне кажется, больше для красоты. Потому что пуля летела, убойная сила была ее метров 20, но 20 метров ты уже не попадешь, она уходит в сторону. Поэтому скорее это метров стрельба, такая метров до 10-12. Более-менее прицельная, когда ты понимаешь, куда стреляешь. Опять же, для опытного стрелька. Стреляли с двух рук, как обычно, с правой, с левой. Ну, а потом опять сабли на голову. Если попадала, наносила тяжелую рану, потому что здесь, чтобы вы понимали, диаметр круглой пули примерно полтора сантиметра. Это будет очень тяжелое ранение. Комитет общественного спасения проработал таким образом вместе с Александром пару лет. По мере того, как члены негласного комитета получали должности, кто-то стал министром, кто-то товарищем министром, но все равно фактически руководили они министерствами и целыми направлениями жизни российского общества. Естественно, необходимость в этой структуре отпала. Собирался этот кружок друзей, соратников, единомышленников все реже, реже и реже. Я, кстати сказать, тут посмотрел, как закончили свою жизнь члены негласного комитета. Знаете, довольно показательно молодых реформаторов. Граф Строганов якобинец, революционер. С Парижа начал, в Париже он и закончил. Они все были богатыми людьми очень до нападения Наполеона. Он запишется в армию волонтером, будет командовать полком, корпусом, боевой офицер. Пройдет всю войну, все заграничные походы. Каким-то чудом графа Строганова не ранит ни вражеская пуля, ни ядра. Он умрет вскоре после окончания войны, находясь в тяжелейшей депрессии, черной меланхолии, от сердечного приступа. Его сын будет буквально разорван на части французским ядром в последнем бой за Париж. Но это все равно, чтобы погибнуть 8 мая 45-го года в Берлине. Это был его единственный сын. Отец так и не переживет этой потери. Граф Кочубей сделает блестящую карьеру не только при Александре, но и потом при его младшем брате Николае. Станет и первым министром внутренних дел, и председателем госсовета, и председателем комитета министров, а в конце своей жизни даже канцлером Российской империи. Станет одним из самых ярых консерваторов в правительстве Николая I. Ну вот так, кто в молодости не был, либералом не имеет сердца, кто к старости не станет консерватором не имеет ума. Таким же консерватором, только совершенно одиосным, станет и Николай Новосильцев, тот самый старший, опытнейший из младореформаторов, только свои консервативные, даже реакционные деяния он будет совершать на территории Польши. И оставит о себе очень, надо сказать, нехорошую славу. Самая поразительная судьба князя Адама Черторыйского, ближайшего друга императора Александра. Он проживет очень долгую жизнь после воцарения Николая Первого. К нему вернется идея сражаться за независимость его первой родины, Польши. Он примет самое активное участие в польском восстании 1830-1831 года. Восстание это будет подавлено. Адам Черторыйск эмигрирует во Францию. Здесь кончается спустя много-много лет в глубокой-глубокой старости, ненавидя Россию и источая максимум желчи, которое только можно было представить. Давайте поговорим еще об Александре как человеке. Он ведь не только занимался реформами, но еще каждый из нас имел какие-то бытовые, гастрономические и человеческие привычки. Я уже говорил о том, что Александр был человек невероятно аскетичный. И вот этот стиль непритязательности, скромности личной в семье Романовых был задан императором Александром. И Николай, и Александр Второй, и любивший русский самый скромный военный мундир, все время в нем ходивший в затоптанных сапогах, Александр Третий, ну даже Николай. Пяже из них лично всегда демонстрировали максимальную скромность. Вот этот стиль и задал Александр. В отличие от своих современников, монархов, других держав, он вообще никогда не носил никаких перстней, никаких украшений дорогих, никаких как его прапрадед Петр Первый платил сам себе зарплату, и Александра Первого была фиксированная сумма на личные расходы. Он всегда строго ее придерживался, никогда не залезал в карман, как бы сейчас сказали, бюджета, хотя весь бюджет империи, это был его личный карман по законам того времени. Нет, Александр давал пример всему дворянству, всей аристократии, как надо себя вести. Он спал в маленькой, очень бедно обставленной спальне, был очень-очень неприхотлив в еде. Питание у него было строгим, скромным, но здоровым. Именно Александр завел вслед за своей бабкой Катериной моду на здоровое питание, ее даже контролировал лейб-медик Александра. Утром на завтрак он, вставая очень рано, выпивал чай обычно со сливками, ел несколько белых гренок. Затем гулял, либо работал в 10-11 часов, ему приносили фрукты, ягоды, если была его любимая земляника, очень любил землянику. Кстати сказать, фрукты и ягоды были на царском столе круглогодично, потому что у нас умели в оранжереях царского села, Гатчины, Ропши, да и в Москве выращивать любые заморские фрукты и ягоды. На обед-ужин легкий суп, птицу, нежирное мясо, перед сном стакан простокваши с черносливом или чай с медом. Из национальных блюд Александр очень любил ботвинью. Это совершенно забытое сегодня блюдо, но максимально близко, наверное, к, можно сказать, холодному свекольнику по вкусу, либо к холодному борщу из щавеля зеленого. Это холодный суп на основе кваса со свекольной ботвой, щавелем, крапивой, зеленым луком и рыбой. Александр очень эту ботвинью любил, и однажды по рекомендации царя это блюдо сосуде специальным доставили английскому послу. Ну, английский повар плохо разбирался в русско-национальных кушаниях, и он господину послу тщательно ботвинью разогрел. Царский подарок, нельзя было отказаться. Можем себе представить, что чувствовал английский посол. Была у Александра еще одна слабость, но совершенно недорогостоящая по тем временам. Он очень любил красную и черную икру. Это недорогое кушание в те времена. Мы, конечно, все помним с вами классику. Икра заморская бахлажанная, наверное, было не совсем так, но икра была доступным продуктом. Я вот очень люблю переводить цены, стараться сравнить, что сколько стоит в разное время. Сделать это практически невозможно, потому что разная цена труда, разная цена технологии, цена разных товаров. Но, наверное, самый показательный пример. Пушкин Александр Сергеевич вообще много зарабатывал как поэт. И вполне мог позволить содержать свою большую семью, не получая особых доходов от своих небольших имений, снимать роскошную по сегодняшним меркам квартиру в центре Петербурга, иметь выезд, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но вот если пересчитать гонорары Пушкина в черную икру по тем ценам, а потом эту черную икру продать в рублях по сегодняшним ценам, я к тому, что любовь Александра к икре не стоила российскому государству практически ничего. Но он любил посылать икру послам в качестве подарка другим государям. Вот Наполеону как-то раз отправил. Ну, французы это же не лягушек готовить. Личный повар, император всех французов. Не зная, что с этой икрой делать, он ее сварил и в таком вот вареном виде подал Бонапарту. В общем, получилось как с Ботвиньей. По легенде, с Александром связано появление пожарских котлет. Помните, как писал, опять же, Александр Сергеевич, часто упоминаемый, но все-таки это его время. На досуге отобедаю пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке. По легенде, в Торжке именно, как-то во время одной из своих поездок, в трактире, принадлежащем некому пожарскому, Александр первый заказал котлеты из телятины, которые значились в меню. Однако, выяснилось, как всегда, в последний момент, государь как-то у нас не боялись отравлений, поэтому спокойно могли позволить себе в ресторане заказать. В общем, телятины не было, под рукой была только курица, и трактирщик приказал срочно приготовить блюдо из куриного филе. Эти куриные котлеты так понравились царю, он поинтересовался рецептом, и по фамилии владельца трактира назвал их пожарскими. Вот эту историю, по крайней мере, именно так рассказывают в этнографическом музее Торжка, кто там не был, обязательно съездите, это совершенно чудный город нашего Золотого кольца. Могу не рассказать вам еще об одной уникальной черте Александра, которая мне сильно напоминает одного нашего очень известного, выдающегося государственного деятеля, не буду называть фамилию, но прямо рассказываю об этом, его вижу. Александр был в части работы письменной, бумажной, бюрократической, маниакальным педантом, он много работал за столом, много писал, много читал, у него была за столом маниакальная чистота, строго определенное количество свежезаточенных гусиных перьев для подписи и заметок. Всегда бумаги разложены по ранжиру, по размеру, в строгом порядке, входящие, исходящие, подготовленные резолюции, срочно, не срочно, всегда в определенной части стола. На столе у Александра не должно было быть ни пылинки, на всякий случай всегда лежала специальная фланелевая бумага, если, не дай бог, император замечал хоть малейшую грязь, чтобы он мог стереть, полюбил порядок до такой степени, что мог прийти в раздражение, если бумаги на его столе лежали не под прямым углом, вот так вот, а хотя бы чуть-чуть вот перекошенные. Помощники могли получить за это выговор. Ну, правда, очень вежливый, Александр был очень вежливым. Надо сказать, что его такой педантизм и уникальная аккуратность, эта аккуратность в том числе была у него и в одежде, абсолютно во всем, она в одной части пошла во вред, потому что Александр был искренне увлечен военным делом, и он любил военное дело, разбирался в этом, но, конечно, была у него склонность к такой вот избыточной формализации. Например, мы говорим о том, что Павел I любил прусскую военную форму, такие прусские порядки, шагистику, смотры. Поверьте мне, его сын Александр в этой части был еще хуже отца. Тоже обожал смотры, шагистику, мог часами наблюдать за тем, как маршируют, как выполняют уставные упражнения с оружием. так прямо его успокаивало. Выражаясь иностранными языками обсессион Александра очень нехорошо себя проявило в момент организации военных поселений. Военные поселения, они все были такие правильные, ровные, организованные, все по часам, понятно, что кому заниматься. И эта идея военных поселений очень Александру нравилась. Рокчеев очень не хотел заниматься военными поселениями, но Александр заставил, потому что педант, потому что в армии должен быть порядок. Знаете, вот вся наша история, что 18-й век, что 19-й, но про 20-й я еще не говорю. Это такое очередование. Закрутили гайки, отпустили. Реакция, которая на самом деле может быть совсем не реакция, как у Павла. Мы ее так воспринимаем. Оттепель. Вот у Александра получилось очень интересно, потому что первый период этого правления он раскручивал гайки, это как бы оттепель. А потом, после войны 1812 года, после триумфа Венского конгресса, взятие Парижа, потом пошло потихоньку все наоборот. Опять начал закручивать. В этом противоречии в общем проявляется и то сложное отношение, которое к Александру испытывали и историки, и мы с вами, и даже его современники. Вначале они все воспринимали его с восторгом, с умилением. Знаете, перестройка, гласность, все это прекрасно. Потом вроде бы как реформы буксуют. Потом вообще он стал другим, как казалось, восторженной общественности. Начинается разочарование. А потом Александр ушел, и к его времени стали относиться даже с определенным умилением, сладостные воспоминания. Все-таки при Александре это было хорошо. Появилась некая ностальгия. Если говорить о практических результатах первого периода его царствования, конечно, мы в очередной раз убеждаемся в том, что главным либералом и главным реформатором в нашем государстве является власть и государь. Никто так не хотел реформ, никто так не хотел свободы, никто так не хотел республики по всей России, как сам Александр. Но это сложное дело. Он просто не рискнул. Его от этого отговорили. Конечно, никакой Конституции не вышло. Конечно, проект графа Воронцова похоронили. Конечно, никто не решил отменить крепостное право. И даже решение Александра изначально просто прямо сформулировано о том, чтобы запретить наконец окончательно и бесповоротно крестьян продавать без земли. Даже это решение потом как-то потихоньку-потихоньку и сошло на нет. Ограничивались лишь запретом публиковать объявления о продаже крестьян без земли. И как бы делайте это, но как-то тихо между собой договаривайтесь. Так, чтобы никто об этом не знал. Не вышло. Ни у Екатерины не вышло пустить крестьян. Ни у Павла, ни у Александра, ни у Николая потом не выйдет. Кое-какие подвижки были, кое-какие послабления были. Вольные хлебопашцы появились. Прибалтика освободилась от крепостного права. Конечно, образование, реформа образования блестящая заслуга Александра и его команда. Реформа госуправления была не идеальной, но все-таки стала намного лучше, правильнее. Если было неправильно, мы бы 200 лет сейчас государством по Александровской модели не управляли. Самое главное, при Александре стало больше свободы. Знаете, она была не по всей, конечно, стране, она была местами. Но вот университет, это просто, это как Куба, это остров свободы. Ощущения стали другие при Александре. Чувство собственного достоинства в людях появилось. Да не было бы никаких декабристов в принципе, если бы не было Александровского отношения к правам людей, к правам свободных людей. Знаете, одним из самых первых решений Александра буквально в первый же день после воцарения было убрать все виселицы в Петербурге, на всех площадях стояли виселицы. Так его папа, Павел, запугивал общественность и говорил, вот будете дисциплину хулиганить, все там окажетесь. Ну, Павел был своеобразным человеком, мы о нем много-много говорили и совершенно не злым на самом деле. Поэтому за все свои годы правления так ни одного человека Павел первый не повесил. Но виселицы стояли, пиар был плохой. Александр виселицы сразу убрал. И за четверть века правления Александра без всяких обетов, как при его, кстати сказать, двоюродной, наверное, бабке Елизавете, ни один человек в России не был казнен. Ни один. Властитель слабый и лукавый, пляшивый щеголь, враг труда, нечаянно пригреты славой, над нами царствовал тогда. Самый известный запиграмм Пушкина на императора Александра. Ну, разве что, кроме слова пляшивый, Александр рано начал лысеть. Все остальное, на мой взгляд, у нашего великого поэта неправда. Ну, с чего он взял, что Александр враг труда? А уж славой Александр был точно пригрет, более чем заслуженно. Давайте об этом и поговорим. А вот такое пренебрежительное отношение Пушкина, кстати сказать, очень обидное для Александра, в этом отражается вообще отношение российской дворянской элиты тогда к своему императору. Либеральная ее часть была недовольна тем, что реформы либеральные остановились, но консервативная часть недовольна была тем, что Александр, наоборот, недостаточно грозен. Итак, только вступив на трон, Александр подписывает подготовленное Павлом мирное соглашение с Францией, но при этом одновременно восстанавливает отношения с Англией. Много поводов для разговоров о том, что вообще убийство Павла I профинансировано, организовано, осуществлено под ключ британским правительствам, что, конечно, совершенно не так. Александр заявляет, что Россия отказывается от вмешательства внутренние дела других государств и будет признавать тот строй, тот строй, поверьте, в том числе, речь идет и о постреволюционной Франции, тот строй, который поддержан общим согласием народов этих стран. В 1804 году Александр выдвигает невероятную идею установления всеобщего мира в Европе на основе уважения прав нации и прав человека. Задумайтесь. Прав человека. Фактически, речь пошла о создании некого предшественника Лиги Нации или ООН. Я процитирую одно из писем Александра. Почему бы не включить в наш договор положительного определения прав национальности и не установить обязательства никогда не начинать войны, не исчерпав предварительно всех средств, предоставляемых третейским посредничеством? На таких именно условиях можно было бы создать союз, союз, постановление которого образовали бы, так сказать, новый кодекс международного права. Вы знаете, можно, конечно, вздохнуть, ах, какой он рыцарь-мечтатель, но это невероятно, это звучит фантастически. Александр был первым в мировой истории монархом, не философом, не поэтом, не вольтерианцем, а абсолютным монархом, крупнейшей державой в мире, которая выдвинула идею правового регулирования международных отношений, то есть идею отношений между государствами строго в рамках международного права. Он обращался, правда, с этим предложением в пустоту. Вы знаете, это как отец его, не меньше романтик, только другой, рыцарственно предлагал избегать войн между великими державами, решая все конфликты методом дуэли между монархами. Вот так же Александр, как кот Леопольд, обращался к мышам, ребята, давайте жить дружно, все это никем не было услышано. Тем временем наполеоновская Франция фактически бросила вызов всей Европе. Опять же, не буду говорить банальности, всем известные, мы понимаем с вами, что к этому моменту молодой, решительный артиллерийский генерал, одаренный администратор, невероятно, фантастически везучий и, безусловно, талантливый военачальник Наполеон Бонапарт собирает абсолютную власть во Франции и на подконтрольных Франции в этот момент территориях. Что делать? Александр вынужден участвовать в этих международных разборках, он не может стоять в стороне, это просто опасно для России и присоединяется в 1805 году к очередной, не будем запоминать сколько их было, это совершенно бессмысленно, никому не нужно, к очередной антифранцузской коалиции, которая пытается вот эту экспансию Наполеона, ну, естественно, революционными лозунгами все проводится, свобода равенства братства, пытается эту экспансию Наполеона остановить. При этом происходит редкий случай, такого не было в России со времен Петра I. Александр берет на себя де-факто командование русской армии, а так как русская армия крупнейшая, то, по сути, он становится как бы старшим в союзной армии, хотя формально главнокомандующим назначен Кутузов, но кончательное решение принимает император, потому что под его председательством проходят все военные советы. Если говорить об этом подробно, в деталях, нам не хватит ни десяти, ни двадцати, ни ста лекций. Кто интересуется тем, я могу порекомендовать книгу одного из основателей российского военно-исторического общества Владимира Евгеньевича Чурова, он большой знаток той эпохи и написал книгу с колоссальным количеством иллюстраций и фактологического материала, называется «Военная история Александра Первого». Так что, кому интересны детали, вот углубляйтесь, пожалуйста. Материала для этого очень много. Я попытаюсь показать как бы наиболее интересные моменты, касающиеся лично Александра и, как говорится, показать тенденции, чтобы вы понимали, представляли крючочки, как одно цепляется за другое, как из одного события проистекают следующие. Ведь наша задача не запоминать даты, нумерацию антинаполеоновских союзов и названия городов германских, где были сражения и большое количество имен. Наша задача понять, какие люди делали эту историю. В первую очередь нас интересуют самые яркие из этих людей, а сегодня мы говорим об Александре, и понять, почему это происходило. Давайте вернемся к тому, что Александр возглавил союзную армию русскую, австрийскую де-факто, ну и где-то там приближалась прусская армия. Аустерлиц. Аустерлиц, 1805 год, катастрофическое поражение. Поражение, которое вдвойне позорно, потому что, во-первых, по масштабам разгрома наша армия отступила, отступила разрозненно, как писали французы, бежала, но это не было бегством в полном смысле этого слова, но это была катастрофа, сравнимая с катастрофой под Нарвой. Но только под Нарвой от русских ничего не ждали при Петре I. Какие-то там азиаты, дикие эти. Новости-то месяцами шли до Европы. А вот Аустерлиц, это, простите, это центральная Европа. И на глазах у всех двор и штаб вынуждены бежать, чтобы не попасть в плен. Трагедия под Аустерлицем во многом перевернула характер Александра. Советская историография обеляет Кутузова, Кутузов ведь был главнокомандующим, и он действительно советовал в бой под Аустерлицем не вступать. Он считал, что диспозиция невыгодная, надо продолжить отступать дальше, ждать подхода прусских войск и, самое главное, подхода еще дополнительных русских резервов, и уже тогда, когда преимущество над армией Наполеона будет основательным, хорошо выбрав позицию, в бой вступить. Александр его не послушал. Александр хотел воевать, он хотел славы, он хотел быстрой победы. Ситуация оказалась ему довольно перспективной, поскольку Наполеон, конечно, тут немного Александра втянул в это сражение, демонстрируя свою якобы слабость, демонстрируя желание договориться до начала битвы. Все это неправильно трактовалось с Александром. И вот Александр настаивал, а Кутузов, поняв настроение императора, просто не вступил с ним в спор. Он сказал, ну вы приказали, ваша воля, значит, будем завтра воевать. Александр не простил этого Кутузова. Он говорил, я был молод, неопытен, и вы обязаны были настоять на своей точке зрения. Вы знаете, я думаю, что Александр был абсолютно прав. Все-таки в этом сражении у нашего великого военачальника Халла Илларионовича, скажем так, Екатерининский и Павловский царедворец возобладали над полководцем. Он не захотел портить отношения и публично пререкаться с императором, ну публично на военном совете. Если бы он уперся, наверное, бы этого поражения не было, и, наверное, он бы смог Александра убедить. Но, будем откровенны, в этот момент Кутузов не был Рокоссовским. Помните, как Сталин дважды с военного совета выгонял буквально Рокоссовского в коридор перед началом операции Багратион прославленной, говоря, вы, товарищ Рокоссовский, хорошо подумаете, вы ошибаетесь. Рокоссовский возвращался и повторно, прилюдно доказывал Сталину свою правоту и, соответственно, неправоту Сталина и всех остальных в тактике организации вот этих вот гигантской наступательной операции. Для этого надо было иметь характер Рокоссовского. Ну и, в общем, Александр тоже, скажем так, выдержкой Сталина в этом моменте не обладал, да и не мог еще обладать. Но австрийцы сдались сразу и заключили с Наполеоном сепаратный мир, признав его победу, много чего уступив. Александр впервые проявил упрямство. Человеческое жесткое упрямство. И в одиночку фактически продолжил боевые действия с французами. Длилось это еще пару лет и закончилось еще одним большим поражением под Фридландом, после чего в Тильзите в результате известной личной встречи на плоту посередине реки с одной стороны подплывает лодка с Александром, с другой с Наполеоном. Наполеон, естественно, мастер психологического доминирования. Было договорено на переговорах, что они одновременно ступят на этот плот с шатром, где будут с глазу на глаз договариваться. Им было легко, Александр говорил по-французски. Кстати, сказать намного лучше Наполеона. Наполеон был чудовищный южно-корсиканский акцент, у Александра был родной французский. Вот они вдвоем в этом шатре будут договариваться. Наполеон обхитрил, он первый запрыгнул на плот, подбежал к другому краю и там чуть ли не подавал Александру руку, мол, залезайте в государь. Довольно дешевый пиар-трюк, надо сказать. Так вот, там в Тильзите, как мы помним с вами из курса истории, был заключен мир между Россией и Францией. Россия признавала, во-первых, все завоевания Франции в Европе. Далее, главным обязательством стала договоренность с Россией при соединиться к континентальной блокаде. Это официально было не опубликовано, но уже вскоре после Тильзитского мира Россия на государственном уровне разорвала все торговые отношения с Англией. Это было главное, чего добивался Наполеон. Он хотел, собственно, через континентальную блокаду задушить Британию, которую он не мог перекинуть на этот остров достаточное количество армий, чтобы решить дело военным путем. Это был плохой мир после плохой войны. Он был очень непопулярен в русском обществе. Вообще было непонятно. Воевали несколько лет, понесли большие потери. Было Устерлис, был Фридланд, но были и достойные сражения, провести Шейлау, фактически кровопролитнейшая ничья с Наполеоном. Были небольшие победы. В конце концов, война все время шла на чужой территории. Россия напрямую не ощущала этой войны, но ощущала финансово. Это была колониальная война. Специальная операция Александра за рубежом по защите российских интересов. И общество, конечно, хотело выгодного мира. Что оно получает после Тильзита? Франция удовлетворена полностью, России в качестве отступного предлагается Белостокская область. Небольшая территория, которую Наполеон отдал России, причем территория это не свое, он отдал России территорию чужого государства. Ну, собственно, и все. Самая негативная часть, самая опасная часть в Тильзитском мире касалась, естественно, поляков. Дело в том, что, если мы помним с вами после раздела Польши, когда Польша в очередной раз прекратила свое существование, она была разделена на три не совсем равных части. Та часть, которая была преимущественно населена православными, малороссами, белороссами и русскими, историческая часть русских земель отошла к России. Остальная часть Польши, включая Варшаву, Краков была поделена между Пруссией, будущей Германской империей, между Пруссией и Австрийской империей, тогда еще Священной Римской. Победив и Пруссию, и Австрию, и договорившись с Россией, Наполеон объединяет нероссийские и польские земли и создает так называемое герцогство Варшавское. Это автономная территория, которая находится под протекторатом Саксонии, которую, в свою очередь, полностью контролирует Наполеон. Ну, то есть, де-факто, это, конечно, Франция, потому что на территории герцога Варшавского находится колониальная французская армия, французские чиновники решают там все вопросы, но у поляков появляется иллюзия самоуправления, а самое главное, появляется надежда, которую им дает Наполеон, надежда, что рано или поздно это герцогство станет полностью независимым, полностью самостоятельным. Вот эту вот морковку перед носом храбрых поляков и держал Наполеон. Мол, давайте еще чуть-чуть, ведь есть еще русские и польские земли, это как бы на будущее, и независимость Польши будет восстановлена. Конечно, Бонапарт не собирался этого делать вообще никогда, но поляки хотели в это верить, и они верили. Более того, на территории Польши помимо французского оккупационного корпуса или экспедиционного, как вам нравится, формировалась и, собственно, польская армия фактически подчинялась опять же Наполеону, но по формальному признаку это армия полусамостоятельного герцогства Варшавского. Вот что превращалось таким образом Польша? Не люблю проводить избыточные аналогии с текущим политическим моментом, никуда нам от этого не деться, вы знаете, наша жизнь, жизнь и жизнь. Наполеон на начало 1812 года контролирует, ну, я могу ошибиться, мне специалисты поправят, я так по памяти, он контролирует Францию, современную Бельгию, Голландию, современную Швейцарию, почти всю современную Италию, Испанию, хотя там идет гражданская война, но контролирует ее Наполеон, почти всю современную Германию, отчасти Австрию, значительную часть современной Восточной Европы, ну, там, острова, это НАТО, за исключением той территории, которая под Османами, на Балканах, это НАТО, это Евросоюз, как вам это нравится, а, ну, еще, да, еще Данию и существенную часть Скандинавии. А что из себя представляет в этом случае Польша? Польша представляет в себе крайне антироссийскую территорию, полунезависимую, без реального суверенитета, но с очень хорошей армией, надо отдать должное поляки хорошие воины, армию, которая видит своей целью возврат старых как бы польских земель, но они их считают польскими, мы это понимаем, что это украинские или малоросские и белорусские, то есть современной Белоруссии и центральной Украине. Польша становится форпостом, орудием, наконечником Наполеона против России. Она накачивается армией, настроениями, и она хочет реванша и возврата земель. Эти земли фактически Крым. Ну, вот такая, короче, геополитическая история накануне 1812 года. Недавно был в историческом музее и с удивлением узнал, что оказывается все ордена Наполеона, которым он сам себя награждал, или которыми иностранные государь его награждали, они находятся, знаете, где? Не в доме инвалидов во Франции, они находятся здесь у нас в России в историческом музее, в основной экспозиции. Можно прийти посмотреть. Попали они нам сложным путем, их немцы захватили под Ватерлоо, куда-то утащили к себе в Германию, и уж тут в рамках 45-м реституции они достались по праву нам. Вот среди этих орденов Наполеона есть и орден Андрея Первозванного, которым там же в Телезите наградил Наполеон Александр I, ну, дипломатические любезности. Наполеон наградил Александра орденом Почетного Легиона. Там же орден Александра Невского, это третий тогда был по старшинству орден в Российской империи. Александром Невским тоже мы Наполеона наградили, причем, если после окончательной победы отдельным указом, рескриптом мы все-таки Андрея Первозванного супостата лишили, то Александр Невского так и остался с Наполеоном по бумагам вплоть до его кончины. Сейчас все эти ордена можете зайти и посмотреть. Все-таки вот эта передышка, которую дал Телезит и еще последующие потом встречи наших переговорщиков, а также императора самого с Наполеоном, дали нам возможность немного разобраться с делами на окраине. Не надо думать, что после Телезита Россия все годы могла заниматься мирной жизнью либо готовиться к противостоянию с будущей объединенной Наполеоном Европой. Нет, войны шли все время. Основных направлений военных было два, я так только три, точнее говоря, так обозначу. Это затяжная война многолетняя с Персией на Кавказе, к счастью для нас, которая шла весьма успешно, благодаря невероятному, фантастическому таланту наших военачальников на Кавказе и Петра Катлеревского и других. Об этом можно рассказывать бесконечно, но это позволило нам в общей сложности присоединить к России оставшиеся грузинские территории, грузинские княжества, большую часть Азербайджана, Карабах, побережье Каспийского моря, то есть те самые территории, которые по договору Петра Первого еще с Персией были признаны российскими, однако мы, к сожалению, потом просто добровольно, инициативно с этих территорий ушли. Второе направление боевых действий, очередная затяжная война с Турцией, шедшая долго с переменным успехом, и только-только появление там Михаила Ларионовича Кутузова уже ближе к основной кампании 1812 года позволило переломить ситуацию, и вот там, я скажу вам, можно много и долго говорить о таланте Кутузова как победителя Наполеона, но самая яркая, самая остроумная и самая хитро вывернутая операция Михаила Ларионовича, это, конечно, его феноменальная победа под крепостью Слободзея во время очередной русско-турецкой войны, которая закончилась триумфально для нас. Ну и третье направление, последняя война России со Швецией. Вспомним с вами, что после, казалось бы, вечного нештатского мира, когда уж совсем под Органом Петр I обошелся с сильно обрезанной Шведской империей и даже деньгами заплатил за уже давно завоеванные нами шведские территории, в Прибалтике. Однако Швеция многократно пыталась взять реванш. Длилось это сто лет с небольшими перерывами. Каждый раз Швеция по тем любо иным предлогам предъявляла России претензии. Каждая очередная шведско-русская война заканчивалась миром в пользу России и потерей некоторой части шведской территории. Вот очередная такая война произошла как раз после Тильзита, но до 1812 года, в 1808-1809 году. Историки, которые не очень любят у нас, избыточный патриотизм, все-таки считают, что в этой войне инициатором выступала Россия, а не Швеция. Другие историки с ними спорят. Погружаться в детали мы опять же не будем, не в этом наша задача. Война была непростой, к слову сказать. Шведы проявили завидное упорство, и я скажу, что в чем-то она даже напоминает советско-финскую кампанию 1940 года. Тоже нам казалось, что мы легко победим Швецию с наскока, тоже были довольно большие потери, тоже пришлось менять командующих, перестраиваться по ходу боевых действий, но в конце концов все закончилось триумфально. Швеция отдала России огромные территории, собственно, и всю Финляндию, и была образована Великое княжество Финляндское. Финляндия получила совершенно уникальный статус в рамках Российской империи. Впервые приобрела такую полугосударственность. Раньше никогда у финов никаких видов государства не было в принципе. Первые формы государственности в качестве автономного княжества в составе Российской империи они приобрели после русско-шведской войны. У финнов были собственный парламент, собственные органы самоуправления, уникальный набор привилегий, который сводился главным образом к двум постулатам не платить и не служить. То есть финны не платили никаких как бы сейчас сказали федеральных налогов. Все деньги, которые поступали, оставались и осваивались бюджетом княжества Финляндского собственной автономии. Там не действовал рекрустский набор и соответственно не было призыва в армию. Ни в какой форме. Поэтому финны могли служить в русской армии только добровольно. Многие это делали главным образом офицеры финского и в основном шведского происхождения, которые исторически жили поколениями и столетиями на территории финской провинции. Вот такая Финляндия. Всем обязана Александру и его духу реформаторства. Такая идеальная земля. Россия брала на себя кучу обязательств. Вся внешняя оборона. Датировались многие строительные программы на территории Финляндии. Развивалась торговля, развивалась промышленность. А все, что Финляндия зарабатывала, оставалось в ней, внутри. Поэтому, в общем, финны Александра I любят. Это такой был яркий пример того, что Российская империя все-таки была империей наоборот. Обычно империи высасывают соки из своих колоний. Вот Англия как присосалась к Индии. Сейчас есть в интернете исследование, посмотрите, сколько триллионов фунтов в современных ценах за пару столетий высосала Британия из этой невероятно богатой культурно и природно и ресурсно страны. А вот у нас все наоборот. Вот мы Финляндию присоединили и тут же начинали датировать. Ну, как, собственно, и подавляющую часть иных псевдоколониальных провинций Российской империи. Но, как пишут в учебниках истории, кратко и непонятно, несмотря на вроде бы достигнутые в Телезите договоренности, противоречия между Россией и Французской империей продолжали углубляться и неизбежно вели к войне. Чтобы крючочки были в нашем понимании, я здесь позволю себе все-таки объяснить вам, а из-за чего, собственно, воевали? Какие такие противоречия? Ну, вроде, обо всем договорились. По сути, поделили мир. За Россией осталась Финляндия, зона влияния на Балканах была признана за нами, кроме, правда, без права взятия Константинополя, но тоже можно было об этом поговорить. Молдавия, Бессарабию мы забрали, Абхазию, ну, Кавказию вообще делали, что хотели. Там нам только одни англичане пытались противодействовать, как ни странно, союзнички тоже. Европа была под Бонапартом, Бонапарт выстраивал далеко идущие планы движения в Азию, ну, и вообще у него там основная головная боль это Британия, чего не поделили. А противоречия этих, которые расширялись, было, собственно, три-четыре. Самое главное объективное противоречие – деньги. Большая часть войн происходит, вообще ссор любых происходит из-за любви и из-за денег. Англия была самым большим покупателем российских товаров. Все, что Россия экспортировала, и что у нее хорошо получалось дорого продавать, не только лес для британского флота, не только пенька, свечи, там, гусиные перья, но в первую очередь зерно, пшеница, рожь, вот это нефть 19 века, зерно. Главным покупателем это выступала Британия. С вхождением России в континентальную блокаду, по которой нам запрещалось продавать что-либо Британии и покупать что-либо Британии, доходы России рухнули. Причем рухнули как доходы государственные, потому что нет торговли, нет налогов, нет пошлин. То есть кривая бюджета выглядела вот так, вот так. Доходы падали настолько стремительно, что еще буквально год-два и государство, вынужденное постоянно печатать, мы постоянно печатали новые ассигнационные деньги, чтобы хоть как-то расплатиться с армией, с солдатами, с чиновниками, как-то покрыть государственные расходы. То есть бюджетный дефицит буквально за несколько лет после телезита вырос более чем в 10 раз. Мы превращались неизбежным государством в банкрот. Естественно, что значит печатались новые деньги? Это инфляция. Это постоянный рост цен. Курс фунта, как бы сейчас сказали, или курс франка, рос точно так же зеркально вверх. То есть мы были отрезаны от внешних рынков. Да, мы пытались что-то продавать в подконтрольной Франции территории, но структура французского импорта и структура нашей торговли была такой, что Франция была слишком нетривиальным рынком для наших российских классических товаров. то есть в Франции, Германии, в Италии не было такой потребности в зерне, но тем более в лесе и прочее. Это бюджет. Вторая проблема еще более опасная. Если с бюджетным дефицитом можно разными способами бороться, сокращать госрасходы, пытаться наращивать доходы иными способами, ну, в конце концов, печатать деньги, то есть жить за счет будущих долгов, будущих поколений, разорялось дворянство. За счет чего жили дворяне, вот этот высший свет в Петербурге, все эти наши блестящие офицеры, у кого были крепостные, у нас эти, большая часть офицерства никаких крепостных не имела. Это все там сказки из советских учебников. Величайшая мечта какого-нибудь капитана Астраханского пехотного полка, дворянина, это дослужиться до подполковника, на зарплату это сделать совершенно невозможно. Война – это доход. Военную добычу положено сдавать в полковую кассу и далее что-то там делили между собой по мере возможности, чем-то приторговали. Были премии от руководства большие за военные успехи, поэтому до полковника дослужиться уж совсем тяжело, но хотя бы до подполковника или до майора и как-то заработать на деревеньку этак душ на 30. Потому что на эти 30 душ хоть с голоду на пенсии не умрешь. Когда изувеченная вещь в шрамах, а то и без рук-ног, вернешься к своей семье. Потому что опять же офицерская пенсия на нее с семьей прожить очень-очень тяжело. Ну, это, конечно, не будешь ты ни своровом, ни таким уж бедным Пушкиным. Поэтому большинство офицеров вот они работали за перспективу стать малыми помещиками. Что же касается основной массы обеспеченного дворянства, запрет на торговлю с Англией, это для них просто финансовая катастрофа. Куда деть это зерно, а куда деть лес? Они разорялись. Если разоряется дворянство, на кого будет опираться государь с правительством? Это вам судьба вашего батюшки незавидная Павла Петровича будет каждый вечер грезиться на входе в спальню. Такая тяжелая история. Поэтому деньги. Континентальная бралокада, она была совсем не в интересах нашей страны. И, конечно, Александр хитрил, конечно, мы все равно через посредников ввозили по параллельному импорту английские товары, которые были нам нужны, экспортировали в Англию через посредников, продают нефть через третьи страны, а тогда мы продавали зерно через флот нейтральных государств, не английских, не напрямую. Но, опять же, придавать проходилось дешевле, рентабельность маленькая, доходов меньше, плюс, естественно, Наполеонт не дурак, он все это знает, он это контролирует, он постоянно протестует, он постоянно требует от Александра быть честным и соблюдать условия подписывания международного договора, а мы просто не можем их соблюдать при всем желании, просто страна рухнет, обанкротимся. И так, из-за этого параллельного экспорта импорта, все, что к нам поступает с большой премией, с большой наценкой через посредника, а все, что мы продаем, опять не провожу прямых аналогий, тоже тяжело, мы продаем с огромным дисконтом. Поэтому в основе будущей войны лежала экономика, но не только экономика. Вторая тема, это герцогство Варшавского, это то, с чего я начал. Создание Наполеоном вот этого вот наполеоновско-натовского форпоста против России, это откровенный вызов нашей стране. Они в открытую претендуют на возврат тех земель, которые достались России в результате польских разделов. Земель центральной Малороссии и центральной и западной Белоруссии современной, ну и, естественно, части Литвы. Разведка доложила Александру, что на столе у Наполеона есть доклад одного из его министров, согласно которому предлагается санкционировать польской армии, польскому правительству самостоятельную войну с Россией за вот эти западные земли, а потом Франция как бы присоединится, поддерживая своего вассала, как бы его защищая. То есть Россия сцепится с Польшей, ну и тут же Франция силами всей Объединенной Европы Польша поможет. Вот такой доклад есть, он напрямую говорит об агрессивных планах Наполеона и использовании Польши в качестве наконечника копья. Александр после этого напрямую предлагает Наполеону заключить отдельный договор по поводу Польши, где четко прописать, что бог с ним с герцогством Варшавским, герцогство остается в текущих границах, пусть они там наслаждаются своим полувассалитетом, но все старые земли, доставшиеся России еще при Терине, навсегда признаются Францией российскими. И любые претензии Польши либо иных третьих стран на эти территории никогда, ни в каком виде Наполеоном поддержаны не будут. Ну, казалось бы, простой, понятный договор. Минские соглашения. Нет. Наполеон просто ушел с радаров, уклонился, исчез. И, конечно, это было прямым подтверждением, что так, либо иначе, он будет использовать Польшу и большую польскую армию, в грядущей войне против России. Надо еще понимать психологический момент. Наполеон же, он же там властелин мира в голове. И все должны плясать и прыгать вокруг него. А те, кто ни пляж, ни прыгает, остается в Европе собственно два субъекта. Это Британия. Мы ее там экономически душим, 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 но завоевать пока не можем, потому что нет флота, чтобы армию перебросить на Британские острова в соответствующем масштабе. А второй противник, который играет не по правилам с точки зрения Наполеона, который нарушает условия континентальной блокады, какой-то он непослушный, понимаете, вот он, как бы сейчас сказали, ну вот не исповедует европейские ценности, сложно с ним договариваться, все у него что-то свое на уме у них. Это Россия. Поэтому, если не может достать Англию, то надо достать Россию, хлопнуть ее пару раз по голове, привести в чувство. Ну, естественно, польские земли отберутся, разберемся один на один, некуда и будет деваться. Поэтому Россия оставалась фактически последним действующим препятствием на пути Наполеона к общеевропейской гегемонии. Еще один момент, и тоже финансово-экономический, и тоже неожиданный. В 1811 году в Европе и особенно в сельхозяйственных районах Франции происходит большой неурожай. Почти голод в некоторых местах. Тоже проблемы с бюджетом, тоже проблемы с экономикой, а поскольку Франция полностью заточена на войну, то есть Франция в состоянии 1812 года, это фашистская Германия по экономике своей 1939 года. Весь бюджет ориентирован на военные расходы, вся промышленность ориентирована на войну, население ориентировано на войну, сельское хозяйство сориентировано на снабжение армии. Экономические неурядицы тоже ставят Наполеоны перед выбором. Или надо все бросить армию, распускать, резко ее уменьшать, резко секвестировать военные расходы. Надо понимать, секундочку, мы вот смотрим на карту, которая дана в не совсем правильных пропорциях. Те, кто хорошо учили географию, понимают, что Франция не такая маленькая, даже сегодня Россия не такая большая. Это к реальным площадям, судить. Просто мы на севере, искажение пространства. На тот момент Франция, даже без своих новых европейских территорий, государство богаче и крупнее, чем Россия. Она больше России по населению, вместе с новыми территориями в два с лишним раза. Французский военный бюджет, больше российского не соврать, раза в четыре. Естественно, и французская армия, вместе с армиями своих вассалов, больше российской армии в разы. Наполеон держал одномоментно под ружьем в 812 году миллион человек. Миллион. Российская армия, боюсь ошибиться в точных цифрах, у нас много хороших специалистов, но это кратное преимущество. К тому же, наша армия раздроблена, разбита на несколько направлений. Несколько фронтов, как бы сказали, в 20 веке. Поэтому экономическая неурядица, лучший способ ее преодолеть, это победоносная война, пусть не очень маленькая, пусть средняя, но война, которая принесет трофей, которая позволит реализовать вот эти успехи французского ВПК, военно-промышленного комплекса и всей военной системы, которая принесет успокоение на своей территории, просто нет возможности деньги заработать внутри, значит, их надо отобрать, украсть эти деньги и ресурсы у своих конкурентов. Плюс ко всему этому, вот я, знаете, может быть, погружаюсь в избыточную детализацию, но без этого вы наших крючешков исторических не поймете. Плюс к этому надо понимать, что и Наполеон, и Александр, это непростые парни, это люди со сложной психикой, высоким эго, крайне завышенным чувством собственного достоинства, особенно Бонапарта. Невероятный честолюбец, нечеловеческое тщеславие. И вот представьте себе, Наполеон с одной стороны бьет наших подоустерлицем, а после этого свысока обращается к Александру с предложением породниться. То есть сватается к его сестре Кате. Ну, Катя оказалась девушком сноровом, Наполеон решительно отказала, сказал, что даже слушать этого не хочет, выскочку Корсиканского. Вообще, она влюблена в принца Ленбургского и замуж выйдет только по любви. Наполеон обиделся. Обиделся не только отказом, но и тому, что, значит, его, соответственно, старая династия, Романов это старая династия по европейскому меру, значит, старая династия не считает его ровнее, считает его выскочкой. Он обращается еще раз к Александру с предложением, предлагая уже руку и сердце другой младшей сестре, Ане. Ну, тут вписалась мама, тут и сам Александр, видимо, был не настроен. Ну, в общем, и второй раз Наполеона отказывают. Он оскорблен до крайности. Это отношение между государями явно не улучшало. Наполеон и сам не раз задевал Александра лично. Самое огромное какое-то дело связано с его ответом на ноту протеста, который в 1704 году, еще до стерлица, Александр направил по поводу так называемой кражи, это был скандал европейского масштаба, кражи герцога Энгиемского с территории германского Бадена. Герцог был потомком младшей королевской ветви во Франции. Это так называемый принц Канде, принц Крови. Это был единственный сын последнего из принцев Канде, младшей ветви дома Бурбонов. В общем-то, никто его особо и не знал. Он после революции бежал из Франции, жил себе тихой, мирной и богатой жизнью в Германии. И вот каким-то образом Наполеона вели в блуд, как говорится, и убедили в том, что он является центром раилистского заговора против Наполеона. Нет человека, нет проблемы. Распорядился организовать спецоперацию, герцогов выкрали, привезли в Париж, судили в 24 часа судом военного трибунала и расстреляли. Подобная циничная казнь принца королевской крови, да еще с похищением с территории иностранного государства, конечно, вызвала широкий международный протест. Но худшим из последствий этого был ответ Наполеона Александру. Он не написал его сам, но поручил Толерану ответ на ноту Александра смысл был практически следующий. А что такого? Писал Наполеон. А вот если бы император Александр узнал, узнал, что убийца его отца Павла находятся на территории другого государства, неужели это остановило бы его от того, чтобы этих убийц любым способом, законным или незаконным, выманить, схватить, арестовать и наказать. Как честный человек, он был обязан бы так сделать, а Наполеон бы его поддержал и не протестовал бы. Так что не видят темы для дискуссии. Если мы поймем особенность эпистолярного жанра дипломатического того времени, то в стилистике всех вежливых выкрутасов, как тогда обращались друг с другом государь и министры иностранных дел, по сути этот ответ был прямым оскорблением. Александр, которого Наполеон обвинил в отцу убийстве. Ведь Александр никого из убийств своего отца не выкрал, не наказал, не расстрелял и даже судить ты и не пытался. Александр был оскорблен до крайности. Увы, Наполеон не понимал Александра, он не понимал, как с ним общаться, он считал, что он многократно опытнее, умнее, прозорливее и прочее. И вообще не понимал, на каком языке надо разговаривать с русскими. Опять же, все время мы имеем такие трудности перевода. Исторически в Европе плохо знают Россию, плохо ее понимают. И очень часто попытки зарубежных лидеров вот так свысока, надменно, с позиции силы, либо такой обиженной силы, с позиции особости своей мессианской разговаривать с Россией, они всегда плохо заканчиваются. Это всегда разговор слепого с глухим. Калинкур, который был тогда послом Франции в России, очень хорошо русских понимал, поскольку долго здесь жил. Он пытался остановить Наполеона, пытался изменить стиль общения Наполеона с Александром. Он предупреждал его, я процитирую, вы знаете, вы Александра все принимают не за того, кто он есть. Его считают слабым и ошибаются. Легкость его характера имеет свои пределы. Александр никогда не выйдет за очерченный для себя круг, а круг этот сделан из железа. Наполеон прозрел очень поздно, уже потом в воспоминаниях Носра и Святой Елены он писал про русского царя. Да, царь умен, изящен, образован, он легко может очаровать, этого надо опасаться, он неискренен, это настоящий византиец. Вполне возможно, что он меня дурачил, ибо он был тонок, лжив и ловок. Вот весь комплекс объективных, субъективных, личных причин, которые стояли в основании войны 812 года. Остановить эту войну, устранив только одну из этих причин, было бы невозможно. Война была неизбежна. Пересказывать историю Отечественной войны не хватит, повторюсь, из сотни лекций, поэтому я скажу лишь несколько слов о том, чем эта война была лично для Александра. Я считаю, что в дуэли Наполеона и Александра Павловича и на поле боя, и в дипломатии Александр оказался сильнее. В первую очередь благодаря личным качествам, выдержке, твердости духа. Когда Наполеон стоял у стен Москвы, после Бородино, когда он триумфальным маршем быстро приближался к стенам нашей древней столицы, ведь очень многие в окружении Александра, очень многие, те, кто могли с ним разговаривать, тет-а-тет, и родственники, и приближенные, уговаривали Александра начать переговор, пойти на возможный компромисс. Ну, в конце концов, ну, ладно, отдадим мы Наполеону эти бывшие польские земли, да пусть подавятся этим поляки, но мы сохраним столицу, мы сохраним армию, потом как-нибудь разберемся. Александр был непреклонен, сохранилось много воспоминаний о том, что он говорил после уже падения Москвы, вы знаете, я буду отступать через Сибирь до Камчатки, но я не сдамся, и не пойду на мирные переговоры. Когда он получил известие от Кутузова о пожаре в Москве, то велел передать следующее, я цитирую, вы знаете, это звучит немного сложно на современный упрощенный язык, и может быть немного изысканно, но очень важно, чтобы понимать стиль этого человека и вообще дух времени. Александр сказал, «Возвратитесь в армию, скажите нашим крабрецам, объявляйте всем моим верноподданным везде, где вы будете проезжать, что даже если у меня не останется ни одного солдата, я стану во главе моего дворянства и моих крестьян, я пожертвую всеми средствами, я отращу себе бороду, я соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, но я не подпишу позор моему отечеству». Александр говорил, «Да я уйду в партизаны». Но не сдамся. Еще несколько слов о заграничном походе. Существует легенда, основанная на ряде прямых и косвенных источников, что Кутузов отговаривал Александра от заграничного похода, настоятельно требовал не переходить границу Российской империи, пусть, мол, там дальше немцы-англичане сами с Наполеоном воюют, но Александр был непреклонен и выступал как бы основным двигателем продолжения боевых действий уже за границей. Зная характер Кутузова, я не думаю, что он так уж жестко противостоял в этом отношении Александру, даже если высказывал сомнения в целесообранности перенесения боевых действий за рубежи России. И Александр был прав. Вот как вы все предполагаете, конец 43-44 год Россия останавливается где? у Бреста, а дальше типа пусть с Гитлером сами разбираются там англичане, что бы мы получили после этого? Нет, Александр был непреклонен, но он был прав. Он считал, что надо воевать до победного конца, до свержения Наполеона, освобождения всех стран и земель, которые были Наполеоном захвачены. Надо сказать, что даже после катастрофы под Березиной Наполеон сдаваться-то не собирался. он публично отвергал предложение о мире на невыгодных для Франции условиях, как он полагал, и был настроен очень решительно. Поэтому вся вот эта история с нецелесообразностью загранпохода, мне кажется, это неправда, и это в любом случае говорит в пользу Александра как политика и как стратега. Немного о личных качествах Александра, которые он проявил уже в заграничном походе. Вы знаете, если в кампании 1812 года Александр находился в Петербурге, главным образом, не при армии, не мешал руководить армией, то в заграничном походе он тоже не повторял больше никогда ошибок у стерлица, не вмешивался в оперативное руководство штаба, но при этом демонстрировал по-настоящему незаурядные мужские личные качества. Он был храбр, часто подвергался смертельной опасности. Во время битвы при Дрездене, одной из последних побед Наполеона прямо рядом с Александром разорвалось ядро, которое убило, оторвало обе ноги, по-моему, бывшему наполеоновскому прославленному генералу Моро, который перешел на сторону Александра и был его военным советником. Вообще, есть интересная история. Моро был одним из конкурентов Наполеона в битве за власть во Франции. Вообще, это был основной противник Суворова, к слову сказать, еще во время тех самых итальянских походов. Это очень талантливые французский военачальник, очень успешно. Наполеон его ревновал, Наполеон подозревал в нехорошем, в конце концов арестовал, но, правда, не судил, все-таки понятия имел. Выслал за границу и Моро уехал в Америку, в Соединенные Штаты. Когда в 812-м армия двунадесяти языков Панапарта вторглась в Россию, Александр даже думал пригласить Моро как бы такого независимого военного эксперта. Хорошо, лучше, чем кто бы то ни был, узнал, что у Наполеона все его сильные и слабые стороны пригласить его командовать русской армией, но это технически было невозможно реализовать, он был в Америке. Но все-таки к нему отправили посланца, его в итоге уговорили приехать, и уже во время заграничного похода в 813-м году генерал стал одним из главных советников при штабе русской армии. Вообще, по легенде, Наполеон Моро ненавидел, и когда он увидел в подзорную трубу разглядел Моро, он лично навел пушку, самую дальнобойную, он все-таки хороший артиллерийский офицер, лично навел пушку и выстрелил. И вот этим вот ядром оторвал несчастному французу обе ноги, тогда, да и сейчас, в общем-то, шансов не было, он скончается, через несколько дней чуть не убил Александра. При другой битве, битве народов под Лейпцигом, Александр вообще оказался в гуще схватки. Прямое конное столкновение, это страшная вещь совершенно. Обычно все-таки конница редко большими группами входила в прямую такую рубку, которая неизбежно превращалась в мясорубку. Но вот под Лейпцигом и такое произошло, Лейпгвардии, казачьи и части, собственно, охрана Александра столкнулась с французскими кирасирами с тяжелой кавалерией гвардейской императора Наполеона, и Александр в этот момент находился буквально в двух десятках шагов от этого кровавого месива. Ничего не струсил, вел себя очень достойно. Так что можно сказать, что в отличие от Аустервица, повзрослев, набравшись опыта, Александр проявлял и храбрость, и необходимую военную распорядительность. Но на самом деле лучшее из военных решений Александра, образцовое, решение, о котором почему-то у нас в нашей историографии говорится вскользко, в советских учебниках не говорилось вообще, это блестящая операция по взглятию Парижа. Вы знаете, заграничный поход начался, собственно, в 13-м году. И весь 13-й год, и первые месяцы 14-го года, больше года, несколько европейских армий, потому что в основном Европа тут же перепресягнула, гонялись за Наполеоном по всей Европе. Наполеон метался, Наполеон отбивался, Наполеон одерживал победы и до последнего момента верил, что может переломить ход кампании. К марту 1814 года непосредственно в распоряжении Наполеона было около 60 тысяч штыков и сабель. Находился он в Фонтенбло, не очень далеко от Парижа, и намеривался пройти еще по северу, деблокировать несколько французских гарнизонов, что позволило бы ему резко увеличить свою армию сразу еще примерно до 100 тысяч штыков. С этой армией Наполеон намеревался выбить союзников с территории Франции. Александр принял незаурядное решение не гоняться за Наполеоном, не пытаться поймать его, а быстрым переходом и неожиданным штурмом взять столицу Франции и Париж. Столицу, которая была защищена, но гарнизон которой, конечно, не мог выдержать долгую осаду. Русские войска неожиданно оказались у стен Парижа. Далее кровопролитнейшее сражение, первый день бои на улицах. Командующий гарнизона Парижа предлагает начать мирные переговоры, он тянет резину, он ждет Наполеона, который придет на помощь, но Александр уже умудрен опытом. человек диктует следующее послание. Немедленно капитулируйте, или завтра же вы не узнаете место, где была ваша столица. Французы испуганы, французы капитулируют, и сразу же, через несколько дней после этого, к Наполеону приходят его же маршалы и говорят, «Сир, столица пала, вера в империю потеряна. Во имя Франции отрекитесь». И Наполеон, у которого 60 тысяч под боком и еще столько же рядом, Наполеон, от которого отворачивается вся верхушка его армии, Наполеон отрекается. Вы знаете, эта история с взятием столицы, решение, которое принял Александр, оно показывает, насколько он хорошо понимал национальную психологию, психологию масс. Я напомню вам события не такой далекой истории. Октябрь 1941 года немецко-фашистские захватчики находятся в районе Шеременческого аэропорта, где-то там, за Химками. В принципе, по Кремлю можно бить из дальней артиллерии. Москва в полукольце. Здесь они прорываются через Подольск, а тут они уже давно прошли на западе Бородинское поле. И все ближе, ближе и ближе. Народ мечется, обозы уходят по Владимирскому тракту на восток, посольство и правительство эвакуированы в Куйбышев. И только Сталин понимал бы, что с ним сделал Гитлер, войдя в Москву, подвергнул к риску себя и членам Государственного комитета обороны, тех, кто был рядом с ним, остаться в городе, несмотря ни на что. Потому что Сталин точно так же понимал психологию массы. Вождь, лидер, руководитель государства, который потерял столицу, психологически проиграл войну. Он становится правительством в изгнании. Даже если это изгнание где-то там, за Волгой или там, за Уралом, но ты уже, ты уже в изгнании. Поэтому Сталин, понимая вот эту вот психологию, не покинул столицу. Наполеон этого не понял, а Александр это знал. Говоря об окончании войны 812 года, я не могу не сказать в Ваду замечательную историю, расскажу ее сейчас впервые, ее могут услышать только те, кто побывает в музее Бородино на Бородинском поле, и то, если вы расспросите экскурсовода. История такая, ну каждый из нас слышал, наверное, известное выражение, приписываемое Александру Васильевичу Суворову, всякая война закончена только тогда, когда похоронен последний солдат. Эта фраза является девизом Всероссийского движения поисковиков, объединяющего поисковые отряды по всей нашей стране, по сей день, каждый год находящихся новые и новые братские могилы, незахороненных солдат Великой Отечественной. Как неудивительно, последний солдат войны 1712 года тоже был похоронен только спустя 200 лет после окончания этой войны. В конце 14-го, в начале 15-го года, вот это тысячелетия. История такая. Я тогда имел честь еще работать в Министерстве культуры, и вот ко мне приходит письмо от нашего посла во Франции, Орлова, большого любителя, кстати сказать, истории, большого знатока. Вот интереснее же, говорит, документы прилагаются переводом письмо, которое в свою очередь пришло в наше посольство во Франции, в Париже, подписано несколькими учителями одной из французских старинных школ. Эта школа находится где-то в предместьях Парижа. Ну, во-первых, начинается письмо с выражения поддержки, уважения и любви к президенту Путину, как раз конец 14-го года после известной крымской истории. Мы считаем, что Крым российский, мы вас полностью поддерживаем, не ориентируйтесь на нашего Оланда, он слабак, мы всегда голосуем за его оппонентов, ну, это неважно, это внутри французской истории, но любопытно было следующее. В нашей школе, пишут они, на протяжении последних 200 лет находится скелет русского офицера. Показываются фотографии, специальные ящики, где лежит очень тщательно обработанный череп, кости, вот все как положено, в разобранном виде. Скелет подписан русский козак, 1814, дальше подписи, печати, сертификат. Значит, выясняется следующее, школа это очень старинная, она имеет очень давнюю и придавнюю историю. Во время боевых действий последних дней заграничного похода 1814 года, непосредственно штурма парижских предместий, в этой школе находился лазарет военный. В этом лазарете, занятом, кстати, союзными войсками, поступил тяжелораненый русский козак, как было написано, который там же и скончался. Поскольку этот козак был так прекрасно сложен, высокий, широкоплечий, было почему-то принято решение превратить его в учебный экспонат, получив разрешение 200 лет назад, это была модная тема, из него сделали образцовый скелет, и по этому скелету изучали в школе анатомию, биологию, на протяжении более чем 100 лет, до, по-моему, времен Второй мировой. Он так и стоял, там сохранилась фотография, он стоял как вот такой высокий, крепкий, идеально сложенный скелет русского казака. После Второй мировой понятное дело, что стали выпускать соответствующие анатомические пособия уже из пластика, поэтому необходимости в этом обработанном натуральном экспонате никакого не было, но хоронить его почему-то тоже не стали, поэтому аккуратно сложили в специальный ящик и спрятали где-то на школьном складе, о чем, естественно, преподаватели знали. И вот на фоне повышенного интереса к русской истории, к русской тематике, связанной с возвращением Крыма, эта группа пророссийских французских преподавателей написала такое письмо нашему послу во Франции и предложили вернуть останки этого русского козака в Россию, дабы там придать его захоронению как героя. Но я, естественно, схватился за эту идею. Мы перевезли останки в Москву дипломатической почтой и с официальной военной церемонией со салютом и с флагом неизвестного последнего русского солдата времен Отечественной войны и заграничного похода похоронили прямо там на Бородинском поле. Сделали ему отдельную могилу рядом с созданием нашего музея заповедника. Каково же было мое потрясение, когда ученые нашего музея, люди дотошные, историки, зарылись в архиве, пытаясь выяснить, а кто тогда в том конкретном бою получил смертельное ранение, при этом обладая такой внушительной конституцией и служа офицером в казачьих частях. Поиски удались. Оказалось, что действительно такой человек там был только один и умер примерно в этот день в больнице. Он был, по-моему, поручиком конно-казачьего полка. Он был не русским. Ну, что ж, мадьяром, венгром на русской службе, офицером, наверное, хорошим кавалеристом. Погиб смертью храбрых. Ну, какая разница? Знаете, это что мадьяр, что грузин, что калмык, что башкир, что русский, что малорос. Все они были русскими в эту великую отечественную войну 1812 года. Так что мы сейчас даже знаем его имя. Мадьяр по фамилии Морец, офицер русских казачьих войск. Последний похороненный солдат 1812 года. Когда будете на Бородинском поле, обязательно попросите показать вам его могилу. Тогда же, в 2014 году, когда мы отмечали 200 лет взятию Парижа и завершению наполеоновских войн и нашего заграничного похода, уже занималось военно-историческое общество, нам удалось во Франции открыть несколько обелисков на местах сражения, которые русская армия имела с наполеоновскими войсками, ну, по сути, на местах наших побед. Честно говоря, до последнего момента был уверен, что французы нам это не согласуют, потому что подобные обелиски все-таки напоминания о поражениях Франции, поражениях на территории Франции. Нет, вы знаете, нет. Как неудивительно память о событиях 1814 года, память о том, как вела себя русская армия, до сих пор сохранилась у людей, увлеченных во Францию историей, ну, и, так скажем, в массовом сознании французском, память сохранилась самая положительная. И в этом огромная заслуга лично Александра. Я открывал обелиск, установленный военно-историческим обществом, в присутствии всех официальных лиц, губернатор региона французского присутствует префект местный, глава муниципалитета, оркестр, ветераны французские, общественность. Это очень радостное, красивое событие, посвященное победе русского оружия над Францией. Над Францией. Вот один из таких обелисков открывали мы у деревни под названием Фер-Шампануаз. Одна из последних битв нашей армии на территории Франции, которая, собственно, и открыла ворота на Париж. Вот после Фер-Шампануаза мы совершили этот гениальный рывок к Парижу. Несложно догадаться по названию, это в провинции Шампань. Я спрашиваю местных историков, собственно, как вы объясните, почему с таким пиететом и с таким уважением вы относитесь к тем, кто, в общем, вас тут на голову разбил. Мне рассказали поразительную историю. У Фер-Шампануаза французские войска главным образом состояли уже из совсем молодых людей. Наполеон проводил уже десятый, двадцатый призыв, выскребая буквально молодежь, успешно ее комплектуя, плохо обучая. И, конечно, для наших ветеранов, прошедших Россию, всю Европу, эта армия большой опасности не представляла. Она не выдерживала натиска русской кавалерии, русских гренадер. Молодежь не выдержала удара нашего штыкового и побежала. Вот в этот самый момент, как положено, кавалерия должна была понестись и начать беспощадную рубку. Беспощадную. Так делается и делается всегда по закону войны. Александр I, наблюдавший за этой битвой, находившийся прямо где-то на возвышенности, немедленно отдал личный приказ прекратить преследование и отпустить всех этих, кто бежит с поля боя, не преследовать, не брать их в плен, не убивать, не дай Бог. Потому что это совсем молодые ребята, и не надо делать их жертвами этой жестокой войны, которая вот-вот со дня на день должна закончиться. Французы сохранили память о милосердном приказе нашего царя, который таким образом просто спас несколько тысяч 16-17-летних ребят, призванных в последний год в армию Бонапарта. Также Александр относился с глубоким уважением к чувствам побежденных французов и в Париже. Мало кто знает, но он въехал в Париж не окруженный тремя кольцами телохранителя, а свободно в сопровождении лишь одного казака. Затем он часто прогуливался по Парижу верхом или пешком, также в сопровождении адъютанта без всякой свиты, ничего не боясь. Он вел себя в Париже как герой, как парижанин, как человек, которому совершенно нечего бояться. Он отменил унизительное обычай поднесения победителю ключей от города. Помните, напрасно жатал Наполеон Москвы, колено преклоненной с ключами старого Кремля. Александр не ждал ключей от Парижа, он сказал, не надо, вам это будет обидно, а мне это ни к чему. Он приказал освободить всех французских пленных после сдачи Парижа и отпустил их домой. И самым жестоким образом пресекал мародерство, если оно случалось среди русских солдат. Если союзники вели себя по-капиталистически, как положено, и австрийцы, и пруссаки, и англичане, они забирали у Франции порты, крепости, конфисковывали корабли, пушки, забирали территорию в Италии, на Балканах. Александр вел себя совершенно идеалистически. Он не взял у Франции ничего. Более того, он спас от разграбления Лувр. Помним, как он образовался? Французы, как до Наполеона, а уж Наполеон-то особенно, со всего мира тащили в Лувр все, что есть, вплоть до египетских колонн. Нет, Александр сохранил Лувр, опечатал его и запретил, что бы то ни было оттуда забирать. Он даже не дал роялистам, желавших отмстить Наполеону хоть как-то, снести статую Бонапарту на Вандомской площади. Вот эта огромная, она там и стоит по сей день, высоченная статуя Наполеона. Лишь иронически заметив, что да, если бы меня вынесли на такую высоту, пожалуй, бы у меня тоже закружилась голова. Более того, именно по настоянию Александра Франция по мирному договору сохранила даже больше территорий, чем на момент прихода Наполеона к власти, а ее хотели секвестировать. Уменьшить власть Бурбонов была также по требованию Александра ограничена, фактически, до уровня конституционной монархии. Отдельно стоит упомянуть и об отношениях Александра с бывшей женой Наполеона Жозефиной. Про Жозефину я вам долго рассказывать не буду, это целый роман в десяти томах и сериал на бесконечное количество сезонов. Тут важно вот что, после развода с Наполеоном Жозефина жила частной жизнью, это была влиятельная дама, прямо как мисс Маппл у Агаты Кристи посвятила себя разведению роз и цветников. У него там было бесчисленное количество разных растений, было ей на момент четырнадцатого года около пятидесяти, ну естественно хотели с ней расправиться, но Александр сам приехал к ней в гости и взял и ее саму, и ее семью под защиту и покровительство, совершенно не упивая с чувством личной мести к Наполеону. Кстати сказать, это покровительство дорогого стоило, потому что я напомню, сын дочери Жозефины, то есть внук Жозефины и по отцу сын младшего брата Наполеона станет потом императором Франции Наполеоном Третьим. Правда, к сожалению, к своему добрых, благодарных чувств к России и к Романовым Наполеон Третья совсем не сохранит. Неблагодарный будет человек. А его бы просто не было, если бы не добрая воля Александра. Другой внук Жозефины, сын Евгения Багарнея, невероятную, просто невероятную совершенно, неправдоподобную для тех, кто в Бога не верит, историю женится на дочери Николая Первого, станет русским, приедет в Россию и будет у них большая семья и большой род людей, которые еще почти целый век будут служить нашему Отечеству. В итоге Наполеон был сослан на остров Эльба, как мы помним с вами, на весьма льготных условиях, он был объявлен императором Эльбы, французский триколор стал флагом Эльбы, во Францию вернулся белый флаг королевский Бурбунов, Плеону разрешили иметь небольшую армию, 600 человек личной охраны, но королевство оказалось для Монапарта маловато, поэтому он проведет там всего-навсего 9 месяцев. В Париже русские будут вести себя просто идеально. Сейчас в центре Парижа около моста Александру Третьему стоит небольшой, но яркий памятник русскому казаку, который поет коня в сене. Вот наши казаки, они ведь прославились не только тем, что подгоняли французских официантов быстрее, быстрее, давай, накрывай, быстро, быстро, но и прославились безупречным поведением. Офицеры за все платили, рестораны ломились от дорогих кушаний, и наши офицеры были там самыми лучшими гостями. Я вспоминаю мемуары той поры. Зашли позавтракать, ну, для начала выпили с друзьями по две бутылки шампанского на нос, и каждый закусил тремя дюжинами устриц. Ну, а потом перешли, собственно, к завтраку. Поэтому после тяжелой войны двух с лишним лет русские солдаты отдыхали. Вообще тот стиль обращения с побежденной Францией, с парижанами, та корректность. Я прямо чувствую, что мы пытались сделать, и во многом сделали так же потом в Германии 45-го года. конечно, несопоставимы масштабы этих войн, несопоставимы нравы, но русский солдат победитель, наверное, просто генетическая память, он никогда не унижал своего побежденного врага. Мы помним с вами, граф Воронцов, хозяин знаменитого Воронцовского дворца в Крыму и наместник Крыма, Новороссии, блестящий администратор, которому многим обязаны в развитии Крыма, Одессы, Херсона, вот всех этих новороссийских областей того времени. Граф Воронцов на тот момент командовал корпусом в Париже, и когда наши войска Париж спустя некоторое время покинут, не у всех офицеров будут деньги расплатиться за устрицу с шампанским. Многие пили в долг, наделали долгов, но русская армия не может делать долгов, поэтому богатейший человек, граф, распродаст многие из своих имений, чтобы из личного кармана в каждом гостинице, в каждом ресторане, в каждом кафе, ну, еще не знаю, как там насчет домов терпимости, но везде он лично оплатит долги всех русских офицеров. Россия никому никогда ничего не должна. Как-то у нас очень много романтики, я, наверное, все-таки предостерегу вас от излишнего розового взгляда на события той поры. Я сам увлекся приятного нашему уху историями. Знаете, на самом деле война страшная вещь, и ничего радостного, ничего такого прекрасного вокруг крови, смерти, ставших результатами в конечном счете личных амбиций довольно узкого круга людей, ничего прекрасного круга этого нет. Мы восхищаемся Наполеоном, он почему-то стал у нас таким чуть ли не героем, видя в нем не только талантливого полководца, но и гений администрирования, создателя системы госуправления во Франции, законодателя. Это все, конечно, замечательно. Мы должны помнить о том, что амбиции, эго, безмерное честолюбие этого человека, ну и тех, кто его окружали, в первую очередь его самого, не стоили Франции колоссальных потерь. Я не буду забрасывать вас цифрами, но запомните пропорцию. Если мы посчитаем с вами человеческие потери в Европе за годы наполеоновских войн, в проценте от населения Европы той поры, как это не страшно звучит, они немногим меньше, чем человеческие потери в проценте от населения в годы Второй мировой войны. Наполеон не строил канцлагерей и газовых камер, но его тщеславие очень дорого обошлось Европе, и особенно Франции. С той поры Франция не имела больших военных побед, не имела больших успехов. Франция сдулась после Наполеона как великая держава, и все попытки его племянником Наполеоном Третьим, французскими властителями времен Первой мировой войны, более поздние времена и говорить-то не буду, ничего не получалось, потому что Франция выдохлась, потому что после Наполеона даже средний рост французских мужчин уменьшился по разным оценкам на 5-7 сантиметров. Было выкашено мужское население, экономика была разрушена полностью. Ради чего? Ради тщеславия? Ради амбиции? Гордыня мой самый любимый грех, как говорил дьявол в образе гениального Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола» гордыня сожрала Бонапарта. А вот в руках у меня сейчас образцовая офицерская пехотная шпага, утвержденная императором Павлом Петровичем Цум Александра. Павел Петрович был большой любитель порядка во всем и холодное оружие также максимально регламентировал. Все пехотные офицеры должны были быть вот именно с такими шпагами. Она довольно короткая, как вы видите, недуэльного образца, потому что задача офицера не драться на шпагах, задача офицера идти в бой, вести солдат, руководить шпагой, может быть, что-то показывать, дело дойдет дуракопашно, и придется вынуть ее из ножен. С такими шпагами мы и победили французы. А еще у офицеров были вот такие замечательные шарфы. Не подумайте, что шарф носился на шее. Вообще, шарфы придумал Петр Первый, он их заимствовал из разных европейских армий. Это был отличительный знак офицера. Погон ведь не было. Шарф одевался через плечо, по-моему, через правое. Но я не буду его одевать, вы уж меня простите. И вот эти вот кисти завязывались сбоку. И вот так вот было видно офицер. При Петре эти шарфы были красно-бело-синего цвета, триколор. Но опять же, любитель порядка, Павел Первый, постановил, что все офицерские шарфы должны быть строго вот такие черно-оранжево-белые. Можно сказать, георгиевских цветов. Этот уже выцвел. Ну и, конечно, через плечо носить шарф было неудобно, потому что он спадал во время боя. Поэтому их стали просто завязывать на поясе. Разные были правила, иногда их завязывали поверх мундира, иногда под, прямо на рубаху. Но когда Александр вел вот эту знаменитую, красивую военную форму, так называемую фрачного образца, она как фраг гражданский, куртка короткая, а потом такие длинные, заправленные в сапоги, брюки армейские, то шарф очень пригодился. Он как бы отделял короткую куртку от брюк, подчеркивал талию, ну и вообще человек с избыточным весом казался в этом шарфе крайне нелепо. Поэтому шарф способствовал стройности и хорошей фигуре. А еще одним знаком отличия офицера, помимо шарфа и ипполет, ипполет я вам показывал, был вот такой традиционный офицерский горжет. Раньше горжеты носили рыцари средневековые. Он был большой, существенно больше этого, с высокими краями. Это был элемент рыцарского облачения, доспеха. Он защищал шею и чуть-чуть горло вот сюда поднимался. Потом этот горжет стал просто в европейских армиях знаком отличия старшего по званию, старшего офицера. Он уменьшился в размере, но его по-прежнему вот на таком ремне по-прежнему носили на груди. В чем было главное свойство и главная полезность этого горжета? Понятно, что особо охранной функции он уже не носил, хотя, наверное, мог от пули на излете и уберечь все-таки металл. главная задача горжета было, чтобы издалека солдат мог понять, кто перед ним стоит. Шарфы одинаковые у всех офицеров, у минералов могли быть чуть-чуть края побогаче. А вот горжет, вот этот горжет золотой, для того, чтобы определить офицерское звание от поручика до полковника, нужно было обратить внимание на цвет трех элементов горжета. Вот этот вот краешек каемочку, основное поле и герб с орлом. Вот этот, видите, краешек золотой, поле золотое и герб золотой. Это полковник, это самое высокое звание. А у младшего офицера все бы это было серебряным. А у кого-то, например, краешек был бы золотой, а поле серебряным. Исходя из расцвета этих трех элементов, любой солдат мог сразу понять, как обратиться. То ли ваше благородие, то ли ваше высокоблагородие. Ну а там глядя на Иппольят ведь мог стать и его превосходительством. Вот такая была немудреная, но очень мне нравится. Красивая форма у наших офицеров в 812 году. чтобы было вам понятно, вот то, что делали Сталин, Черчилль и Рузвельт, а потом Трумэн в Ялте и Потсдаме, создание так называемой Ялтинской или Ялтинско-Потсдамской системы мироустройства, это было не придумано. История повторяется, идет по спирали. То же самое стремился, и у него получилось. Сделать наш Александр благословенный, он был главным двигателем этой идеи, создать послевоенную систему такого мироустройства в Европе, которая бы просто исключила саму возможность возникновения больших войн между европейскими державами. С этой целью в сентябре 1814 года по инициативе Александра в Вене, в центре Европы, был созван Общеевропейский Конгресс, участие в котором приняли делегации большинства стран Европы. Шел Конгресс 9 месяцев, выглядел нарядно, пышно и внешне довольно беззаботно. Тогда по Вене гуляла шутка, наверное, по-немецки это в рифму, в переводе не очень, но смысл будет вам понятен. Шутка такая, император России за всех любит, король Пруссии за всех думает, король Дании за всех говорит, король Баварии за всех пьет, король Фюртенберга за всех ест, видимо, был обжор большой, а император Австрии за всех платит. Ну, платил, потому что принимающая страна. Почему Александр I за всех любит? Потому что он вообще любил женщин, и женщины его любили. Ну, Александр родился, и молодость его наступила в 18 веке, веке особом, веке галантном, и, в общем, отношения между мужчиной, женщиной, семейные отношения тогда были существенно свободнее в высшем свете, чем сегодня, это надо понимать. Ну, и при том, Александр был просто красив, высок, строй, блондин, с голубыми глазами, хорошей, спортивной фигурой, как бы сейчас сказали. На момент начала Венского конгресса ему всего-навсего 37 лет, молодой мужчина, и самое главное, он был невероятно обаятелен. Не случайно Наполеон писал о нем Жозефине. Да будь он женщиной, я наверняка бы в него влюбился. Скажем откровенно, Наполеон в этом отношении был не одинок. В Вене Александр за эти девять месяцев прославился многочисленными любовными похождениями. Агенты Венской полиции буквально сбились с ног, следя за Александром и перечисляя с кем он как встречался либо назначал свидание. Едва успевали фиксировать объекты интереса русского монарха из донесений Венской полиции. Александр попеременно одновременно ухаживает одновременно и попеременно ухаживает за графиней Зичи, княгиней Леопальдиной Эстергази, княгиней Ауршперг, графиней Сечени, герцогиней Десаган и вдогонку княгиней Багратион. Княгиней Багратион де-факто разведенная много-много лет назад супруга погибшего князя Багратиона. При этом было недавно перехвачено его любовное письмо Луизе де Батман. Ну, в общем, пользовался популярностью. Правда, честно говоря, я читал много воспоминаний про Александра. У меня сложилось такое впечатление, что он совсем не был таким сексуальным сластолюбцем. Ему просто очень нравились красивые женщины и нравилось влюблять в себя. Я вообще не уверен, что из всего этого списка графинь, герцогинь и баронесс у Александра со всеми были какие-то на самом деле отношения. Мне кажется, для него достаточно было убедиться в том, что он покорил сердце этой женщины, как говорится, довести ее до дверей спальни, а там под каким-нибудь предлогом смыться. Потому что собственно цель достигнута, девушка его, а что там дальше возиться, дальше неинтересно. Все там одно и то же. Возможно, я ошибаюсь, но у меня об Александре было именно такое впечатление. Для него процесс был гораздо интереснее. Результат. Я напомню, что Александр женился, точнее говоря, бабка Екатерина женила его очень молодым, 16-летней вспомнилось, а невесте его было вообще 14. Они были очень красивые, выглядели как два ангела. Невеста его, естественно, была немецкой принцессой, как принято было в те времена. Но эти ранние браки, любовь проявилась недолго, они там очень быстро друг другу охладели, тем более, что не получалось совсем с детьми, родилось две дочери, обе они умерли в младенчестве. Ну, в общем, как-то не заладили соотношения. У Александра появилась любовница Нарышкина. Кстати, он отнюдь не был бездетен физически, у него только от Нарышкина было четверо детей незаконнороченных бастардов. Я думаю, что список этими не ограничивался. Но официального наследника у Александра не будет, и мы помним, к чему это приведет потом, к династическому кризису, которым пытались воспользоваться декабристы. Дальше произошло совсем интересно. Много лет Александр фактически не жил со своей женой. У них были сложные отношения, они то соединялись, то разъединялись, то сближались. В общем, это целый сериал, достойный отдельной экранизации. Очень интересная концовка их отношений. Уже взрослый Александр уже за 40 лет очень сблизился со своей женой. Сблизились они на почве общей увлеченности вопросами духовными, религией. Они вместе молились, ходили в церковь, ездили на богомолье. У них было очень много тем обсудить и духовной литературы, и художественной литературы. В общем, как-то с возрастом они стали очень близки друг к другу, и что поразительно, жена его стала тяжело болеть. По тем временам это было вполне нормально, когда женщина за 40 уже начинает испытывать проблемы со здоровьем. Александр очень трогательный, нежно к ней относился, очень о ней заботился. Умрет Александр, простудится и умрет, когда поедет в Крым специально готовить место для того, чтобы вывезти жену из сырого петербургского климата. Хотел подобрать хорошее место, где жена могла бы провести побольше времени и подлечиться. Мало кто знает, что Александр был крестным отцом знаменитой английской королевы Виктории, той самой, которая дала название викторианской эпохи. Ну, наверное, самая знаменитая из всех английских королев в истории. И настоящее имя Виктории, данное ей при крещении, Александрина Виктория. Виктория второе имя. Александрина Виктория в честь своего крестного отца, главного союзника Британии, императора Александра. Но потом со временем, вот англичане, понимаете, заревновали. Как-то Александрина из документов пропала, и стала она именоваться просто королевой Викторией. Что, видимо, не напоминать о русском крестном. Вернемся к Пенскому конгрессу. Самый главный вопрос, который, конечно, всех союзников-победителей между собой ссорил, был польский вопрос. Александр хотел забрать Россию всю Польшу, то есть и австрийскую, и прусскую ее части. Союзники Австрия, Пруссия, ну, и особливо Англия, которой, казалось бы, до этого нет никакого дела, ни под каким предлогом не хотели Польшу и Россию отдавать. Александр был непреклонен. Он заявил буквально следующее. Я завоевал герцогство Варшавское, и у меня есть полмиллиона солдат, чтобы его защитить. Ну, позиция. Дело, на самом деле, чуть не дошло до войны. Против России тайно решили выступить и Англия, и Австрия, и даже привлечь побежденную Францию. Они даже подписали тайную конвенцию на троих, где прописывали обязательства, поскольку солдат, все они выставят, и даже назначили командующего. И все это во время Венского конгресса. Но вообще, честно говоря, здесь можно вспомнить, у нас очень много аналогий с этим временем. Опять же, можно вспомнить май 45-го года, коварство Черчилля с его проектом немыслимое, и решимостью начать при первой же необходимости войну со своим главным союзником, Советским Союзом при поддержке США, Франции и пленных фашистских солдат. Но даже это коварство как-то меркнет перед хитроумием Англии, Франции и Австрии той поры. В общем, так получилось, что войны между союзниками счастливо помог избежать сам Наполеон. Ему надоело сидеть на острове Эльба и делать из Эльбы образцовый клочок земли, и через 9 месяцев вынужденного нахождения на Эльбе, а Наполеон молодой, еще совсем 45 лет, энергия кипит, а королевство маловато, он начал свои знаменитые 100 дней. В течение двух недель, вернув себе корону Франции, заняв Париж и обосновавшись в марте 15-го года в королевском дворце, он, разбирая бумаги, обнаруживает там вот этот самый секретный протокол, чуть не сказал Молотова-Риббентропа, секретный протокол между Англией, Францией и Австрией о начале войны против России. Наполеон немедленно переслал этот документ Александру, ну, понятно, переслал не для того, чтобы оказать ему любезность, а для того, чтобы поссорить своих союзников друг с другом. Александр проявил незаурядную выдержку, документ принял к сведению, но никак не отреагировал. Ну, а дальше мы знаем с вами, дальше Ватерлоу, Наполеон окончательно разгромлен, и как-то вот тема будущей войны с Россией рассосалась, желающих не осталось. Все равно, тем не менее, России всю Польшу не отдали, маленький кусочек Польши остался за Пруссией, и один кусочек Польши остался за Австрией, включая город Львов. Кто забыл, Львов основан вообще-то русским князем, и какое-то время находился в составе, дай бог памяти, Польши, как административный административный центр русского воеводства, так и называлось. Ну, времена менялись, в общем, Львов стал австрийским, это мне, кстати, напоминает замечательную шутку, опять же, образца 45-го года, но мы не можем отойти от этих аналогий, когда в Ялте Черчилль категорически настаивал на том, чтобы Львов не отошел Советскому Союзу по этому Второй мировой войну, а либо остался у Польши, либо у какого-то другого государства уже Австрии, говорил, почему мы должны отдавать Львов, пусть он будет польским, ведь Львов никогда не был русским городом, что Сталин ухмыльнулся и сказал, Львов не был русским, зато Варшава была, вопрос был снят, Варшава стала польской, Львов русским. Осенью 1815 года по итогам Венского конгресса складывается так называемый Священный Союз, идейная основа Союза была определена Александром просто, это необходимость цитата «действительного и непрерывного братства всех христианских народов на основе любви, правды и мира». Ну, звучит красиво. Союз был действительно призван сохранять незыблемость установленной системы международных отношений. Исходили из принципа поддержки действующей власти, поддержки правящих династий, кругового Союза, все защищают всех, все помогают бороться с любыми попытками свергнуть незаконным методом действующую законную власть. В этом, естественно, советские историки усмотрели страшную реакционность, потому что кто хочет свергнуть действующую власть? Либо силы внешние, но они от этого отказываются, подписавшись под Венскими соглашениями под Священным Союзом, либо силы революционные. Значит, Священный Союз носит реакционный характер, антиреволюционный. И государства отказывались от войны как способ решения конфликтов друг с другом. Так либо иначе, но благодаря Александру и его идеалистической идее не видан долгий срок в мировой истории 40 лет с 1815 и до середины 1850-х годов до Крымской войны, собственно. Европейские страны крупные не вели войн между собой. Это был большой и очень длительный два поколения мир в Европе. Несколько слов о реформах Александра после 1812 года. И, конечно, первое, что приходит на ум каждому из нас, кто учил в школе историю или хорошо литературу, Аракчеев, Аракчеевщина, военные поселения. Вообще, идея военных поселений принадлежит Александру. Аракчеев исполнитель. Аракчеев был даже против. Он отговаривал государя, но государь решил, и Аракчеев как человек дисциплинированный рьяно взялся за исполнение этого плана. Подтолкнуло Александра к этой идее посещение имения Аракчеева в деревне Грузина. Ну, собственно, Грузина называлась само имение, это в Новгородской области. К сожалению, сейчас имения этого не существует, оно полностью погибло в годы Великой Отечественной войны, но имение тогда было образцовейшим. Ну, это было единственное имение Аракчеева. Там было 2000 душ мужского пола, крестьян, и оно производило настолько разительный контраст со среднестатистической русской деревней, что Александр не мог от этого не умиляться. Ну, Аракчеев, естественно, в имении поддерживал образцовый порядок. Чистые дороги, местами выложенные булыжником, местами с тротуарами. 2000 душ это очень большое имение, огромное село, с барским домом, с мельницами, с проходом на озере, Аракчеев был большим сторонником технического прогресса, с больницей для крестьян, со школой бесплатной для крестьян. Все крестьянские дома чистые, построены и спроектированы по единому образцу. У большинства домов первый этаж каменный, это вообще невиданная роскошь для России и Европы той эпохи. Первый этаж каменный, второй деревянный. Крестьяне выглядят чисто, опрятно, работают по расписанию, оброк умеренный, барщина строго зарегламентирована. Ну и, конечно, достаток в этом имении был намного выше среднего по стране, тем более для этой неплодородной новгородской земли. Конечно, имение поддерживал за счет выдающегося администраторского таланта Аракчеева. Он подобрал хороших помощников и они вот это могли так содержать. Аракчеев сам уделял этому очень много внимания. Ну и плюс там дисциплина, конечно, была. Не забалуешь пьянство, плети, счеты там отлиниваешь от работы, наказания, внешние стимулы тоже присутствовали по полной программе. Но для того, чтобы всю Россию превратить в такие образцовые имения, нужно было иметь тысячу Аракчеевых. Этого у Александра не было. Однако он загорелся идеей, отталкиваясь от такого примера, завести так называемые военные поселения. Идея военных поселений очень проста. Поскольку у России огромная профессиональная армия, рекордская армия, это армия профессиональная, то есть жалование получают солдаты, небольшое, но получают полное их содержание, полное их обмундирование, премиальные, уже более существенное жалование получают офицеры, плюс оружие и армия многочисленная. По традиции у нас военный бюджет занимал до 50% от общего масштаба государственных расходов. Но поскольку у Александра было много направлений расходов, я как рассказывал вам позапрошлая лекция, чего стоила только одна программа развития учреждений образования, школ, гимназии, училищ, университетов по всей стране, денег иронически не хватало. Поэтому Александр придумал, как с помощью военных поселений секвестировать, уменьшить расходы на содержание большой профессиональной армии. Надо этих солдат поселить на землю, дать им возможность жить не в казармах, а в собственных домах вместе с семьями. У солдат могли быть семьи, но где-то там далеко в деревне, видят они их в отпуске раз в год и не каждый год. И дети там где-то там сами по себе. А так солдат будет рядом с семьей, у него будет участок или какое-то хозяйство, которым он будет заниматься. И за счет этого содержание армии будет существенно стоить меньше. Плюс к этому Александру виделось, что эти образцовые военные деревни будут такие же чистыми, упорядоченными, аккуратными, как образцовое имение генерала Аркчеева. Что получилось? Солдат, отслуживший в армии 10-15 лет, конечно, связь с сельским хозяйством утрачивал. И уже забыл давно, как пахать, боронить. Не для этого он служил и отвык от этой работы. Поэтому из солдат получались плохие крестьяне. Ему, конечно, было приятно, что жена с детьми рядом, но это, в свою очередь, отвлекало от службы. А служба отвлекала от сельского хозяйства. А к сельскому труду он не привык. А тут еще офицеры. Хорошо, если толковый офицер, который помогает, а не мешает, который как-то регламентирует и мотивирует. Но в большинстве свое. По часам отбой, по часам подъем. Мы лучше вас знаем, в какое время доить вашу корову. В общем, вся эта избыточная регламентация только вредила настоящему крестьянскому хозяйству, что вполне естественно. Это получался такой совхоз в худшем понимании этого слова. Плюс к тому, поскольку из солдата был лохой крестьянин, решили пойти по обратному принципу. А давайте мы из крестьян сделаем солдат. Крестьян где взять? Ну, частных нельзя. Остаются только государственные. Давайте мы из государственных крестьян сделаем солдат. В случае войны мы их на фронт мобилизуем. Они ведь в промежутках между сельхозработами будут у нас участвовать в маневрах и учениях. Получилось еще хуже. Крестьянин-то совсем не хочет быть солдатом. Его эта военная служба мешает. Он к ней не готов. Он-то радовался, что отрекрученный как-то избавлен. Третье. Это же не простой крестьянин. Это же вооруженный крестьянин, который знает, как обращаться с оружием. Одно дело, крестьянский бунт в традиционной деревне. Ну, приедет туда урядник. Ну, на кучу случаев с десятком солдат. Ну, выстрелят они раз в воздух. И конец крестьянскому волнению. А здесь крестьяне вооружены. Любое крестьянское волнение в военном поселении это серьезный вооруженный мятеж, который надо усмирять чуть ли не с помощью артиллерии. В общем, из этой благой идеи мало чего хорошего вышло. Тем не менее, Александр I проявлял упрямство, и военные поселения отчасти себя как-то финансово компенсировали. Поэтому Николай, их не закрыл. Практика военных поселений действовала в нашей стране аж до царствования Александра II. Кстати сказать, к моменту Крымской войны почти треть русской армии как раз находилась в состоянии поселенцев. Была у Александра еще одна идеалистическая идея. Он хотел, чтобы вот эти государственные крестьяне, которые переходили в солдатский статус и получали не только дополнительные обязанности, но и некоторые особые отношения со стороны государства, особые привилегии, чтобы они стали как бы новым казачеством, новой опорой. Он видел в этом еще элемент освобождения крестьян. Это тоже были мечтания. Новым казачеством они, к сожалению, тоже никак не стали. В последние годы жизни Александр очень сильно изменился. Вообще изменение характера Александра I это тема для глубоких психологических исследований. И, наверное, то, как мы видим в гениальном романе Льва Николаевича Толстого, как меняется образ мысли, образ действия, какие душевные изменения протекают у боевого офицера Андрея Болконского, это ничто по сравнению с тем, как менялись помыслы и идеи и характер Александра I. Один молодой Александр до смерти отца, до его убийства, в котором он оказался косвенно виновен. Совсем другой Александр после этого, уже на следующее утро. Один Александр преисполнил самых благих пожеланий, идеи, республика, реформы, негласный комитет до начала войн с Наполеоном. Совсем другой Александр после Аустерлица. Он понимает, молодые реформаторы, романтика, это все прекрасно. Нужны практические люди, нужна армия, нужны боевые офицеры, нужны не романтики, идеалисты, нужны администраторы, которые будут строить налоговую систему, устроить госуправление, обеспечивать эту армию, иначе государство рухнет, корсиканец его растопчет, сделает очередной своей колонией, нарезанной на сектора, как он делал в Германском Союзе. Один Александр до 1812 года, другой Александр после 1812 года, когда судьба его, судьба империи, судьба русского народа висела на волоске, когда Москва была объята пожаром, и после этого каким-то невероятным, чудодейственным образом враг бежит, теряет всю свою немыслимую армию, а армию, которую собрал Наполеон для вторжения в Россию, это самая большая армия в истории европейских войн на тот момент. По некоторым оценкам, до 680 тысяч штыков. И все это растворяется на простворах России. Это чудо. Это Господь спас Россию. Господь дал ему возможность покарать агрессора прямо в его логове, прямо в Париже. И Господь дал возможность проявить ему милость по отношению к Парижу, по отношению к покоренному врагу. Господь дал ему возможность попробовать создать такую систему европейских отношений, когда войн более не будет. Александр после пожара в Москве пропитывается невероятным религиозным чувством. Он изучает самые разные конфессии. Он во время заграничного похода в Европе встречается и с протестантами, с лютеранами, беседует со священниками, читает разные книги, посещает католические храмы. В Англии он даже с квакерами познакомился и детально интересовался особенностями их взгляда на божественное. Он окружает себя разного рода старцами, святыми людьми, иногда какими-то гадалками, мистиками и вообще становится таким человеком мистически-религиозным. Все это накладывается еще на его глубокий комплекс вины, вины в отца убийстве. Чем становится он старше, тем чаще и больше он об этом думает. Александр I в последние годы жизни поражал окружающих странностями. Он часто уединялся, держался особняком, близкие все чаще слышали от него мрачные высказывания, в его словах начинает сквозить пессимизм. Все его стремления перестроить жизнь как бы либеральным, демократическим путем упираются в реалии. Вот он хотел дать Европе свободу, а пройдет всего несколько лет после Венского конгресса, и начнутся революционные волнения, террор, убийства в Европе, брожения. Такая, знаете, арабская весна там будет в 1820-е годы. Это потрясет Александр, он хотел им дать свободу и мир, а в ответ бийство и революционный террор. Он очень много путешествует. Наверное, это самый путешествующий русский монарх со времен Петра I. Он проехал сотни тысяч верст, в основном по России. Маршруты, поездок меня удивляют, даже вот с учетом сегодняшних средств транспорта, сапсанов, самолетов, экспрессов и хороших автобанов. Вот его путешествие осенью 823 года. Я специально опускаю название маленьких городов и населенных пунктов, где он останавливался, просто мы их не знаем. Буду называть лишь те, что он на слуху. На самом деле остановок было гораздо-гораздо больше. Итак, царское село, Колпино, Шлиссельбург, Ладога, Тихвин, Рыбинск, Ярославль, Ростов, Москва, Серпухов, Тулам, Ценск, Орел, Брянск, Чернигов, Бобруйск, Брест-Литовск, Ковель, Луцк, Каменец-Подольске, Могилев, Хозенброслав, Крапивно, Тульчин, Умань, Брест снова, Великие Луки, царское село. Вы на машине попробуйте просто проехать за рулем. Устанете. Не успеете еще. Осень следующего года, два месяца. Царское село, Москва, Тамбов, Пенза, Симбирск, Ставрополь, Самара, Оренбург, Уфа, Златоуст, Миас, Екатеринбург, Пермь, Вятка, Царское село. Не успеем за два месяца проехать. Он буквально жил в Карете. Где он только не побывал. Он добирался до Киргизских степей, был в татарских семьях в Крыму и в юртах кочевников, посетил златоустовские заводы, спускался в Мясские рудники, посещал госпитали, общался с арестантами, с сыльнопоселенцами. Мне кажется, тут речь не только в инспекциях и совещаниях с местным начальством, которое он, безусловно, проводил. Мне кажется, он просто хотел лучше понять, почувствовать Россию не в Петербурге, не на Невском, не в Зимнем, а настоящую. Получить личное представление о своей стране. Все это было, увы, очень далеко от каких-то розовых картинок, нарисованных друзьями, младореформаторами. Не с этим ли связано разочарование, которое, как считается, постигли его в конце жизни? Поиски, к слову сказать, дают еще немало примеров. Вот личного милосердия Александра. Есть множество заметок. Александр едет и видит на берегу реки раненого крестьянина, бурлака травмированного. Приказывает всему этому кортежу остановиться, выходит из кареты, справляется о здоровье, узнает, в чем дело. Собственноручно обрабатывает ему раны или перевязывает собственным платком кровоточащую руку, подзывает своего врача, и только убедившись, что крестьянин останется жив, что ему оказана необходимая помощь, продолжает дорогу дальше. Как-то он случайно увидел утопленника, чудом спасшегося, которого вытащили из воды, тут же позвал своих врачей, помог спасти этого бедолагу. Когда Александр умрет, в кармане его сюртука будет обнаружен конверт с бумагами. Этот конверт многие видели, иногда там доставал, клал обратно. Он никогда с ним не расставался. Все не могли понять, что такое за секретный конверт, может, какое-то письмо особенное, или, не дай бог, завещание. Вот как оказалось проста, просто в этом конверте на отдельных листах были записаны любимые молитвы Александра, которые он, видимо, читал в дороге. Александр, как никто, понимал будущих декабристов. Когда в 1821 году его известили о тайном обществе Союз благоденствия, и агенты вручили ему список наиболее активных членов Союза в ожидании резолюции на их арест и проведение самого жесткого расследования, Александр не дал этому делу хода. Он просто бросил список в пылающий камин и сказал, что не будет карать этих молодых офицеров, так как в молодости и сам разделял их взгляды. Не суди, да не судим будешь. Поэт Вяземский, несколько десятилетий уже после смерти Александра, как-то написал замечательные стихи. «Сфинкс не разгаданы до гроба, о нем и ныне спорят вновь». Сфинкса Северного не разгадали, не до гроба, он остался таковым и после гроба. В сентябре 1825 года Александр направился в Крым. Целью поездки, как я вам и сказал, была, во-первых, инспекция местных крепостей, но и, самое главное, подготовка подходящего места для пребывания его больной жены, Елизаветы Алексеевны. В Крыму он сильно простудился, не мог отойти от жара, но отправился в обратную дорогу. Остановился в Таганроге, ему стало совсем плохо, и неожиданно, резко, 19 ноября умер. Смерть Александра стала полной неожиданностью для всех. Ему не было еще и 48 лет. Самое главное, он ничем никогда сильно не болел. Был очень здоровый человек. Вскрытие царя – дело ответственное, и поэтому провели его не сразу, когда собрали большой врачебный консилиум, 10 врачей, скрывали императора, через 32 часа после его кончины. Составили очень подробный протокол. Этот протокол есть в архивах, его подписали все 10. Лекари, современные медики, анализируя протокол, полагают, что, скорее всего, Александр умер от инфекционного менингита. Болезнь тогда совершенно смертельная. Три недели его забальзамированные останки покоились там, где наступила смерть. Только потом их перенесли в церковь. Ввиду признаков разложения тела, крышка гроба была закрыта. Похоронили Александра возле отца Павла, в Петропавловской крепости. Супруга его страшно переживала и пережила своего мужа буквально на несколько месяцев. Факт неожиданной, скоропостижной смерти абсолютно здорового молодого государя потряс общество. Никто не верил, не понимали, что произошло. То, что хоронили его в закрытом гробу, естественно, подливало масло в огонь. Появился слух, что Александра убили, а в гробу лежит другой человек. Потом появился слух, что Александр исчез, что он на самом деле жив. Специально убили какого-то похожего на него солдата. Слухи эти обрели вторую жизнь, когда спустя 10 лет в Сибири неожиданно появился некий старец, очень необычно выглядящий. Бродяг называл себя Федором Кузьмичом. Откуда он взялся, было непонятно. Это был высокий, статный человек по возрасту, примерно возраста Александра, с голубыми глазами, длинной седой бородой, очень чистым, благородным лицом. Самое поразительное, что этот взявшийся ниоткуда старец прекрасно разбирался в мировой политике, в происходящих событиях в России, в мире, знал в деталях придворную жизнь, знал людей, знал, что где находится в Петербурге, как устроены дворцы. Мог об этом долго и компетентно разговаривать. Молва тут же стала отождествлять его спокойным императором. Утверждалось, что люди, близки знавшие Александра, даже узнавали его в облике старца. Старец прожил долгую жизнь. Умер в 1864 году, уже сильно после окончания Крымской войны. В возрасте 87 лет, так и было записано в метрике, то есть год в год, провестник Александра. Его могила сразу стала местом паломничества. Самое поразительное, что туда ездили даже Романовы, в том числе и Николай II. Есть немалый историк про то, что портрет старца Федора Кузьмича иногда очевидцы находили то в кабинете Александра III, то в кабинете Николая II. Официально власти императорской России относились к этому как к легенде. Оберпрокурор Победоносцев даже издал соответствующий рескрипт, который запрещал местным священникам распространять лживые и зловредные слухи о тождественности старца Федора Кузьмича и покойного императора Александра. В советское время, конечно, тоже все придерживались официальной версии смерти, но по другой причине. Если в царские времена уход действующего монарха неожиданно в религию, в мистицизм, отказ от власти, уход без имени в странствующие старца мог бы восприниматься как слабость государя, то в советские времена это было бы очеловечивание реакционного мракобесного Александра I, отца Рокчеевщины. Тоже было по нашим советским канонам историографическим недопустимо. В общем, опровергнуть эти слухи на самом деле так же тяжело, как их подтверждать. Можно было бы вскрыть гробницу Александра в Петропавловской крепости. Там же не просто гроб, там все это под мраморным полом, глубоко в нишах, в специальном саркофаге. Можно было бы вскрыть эту гробницу, провести анализы ДНК останков, если они там есть. Потом вскрыть гробницу Федора Кузьмича, если там находится на самом деле Федор Кузьмич и не кто-то другой, место его захоронения, как мы понимаем, сильно легендизировано. Потом как-то попытаться это сравнить с элементами крови, волос, на одежде Николая Второго, и через вот эти генетические расчеты выяснить, кто кому является, или родственником, или нет. Я знаю, и в свое время, опять же, в мою бытность работы в Министерстве подобного рода экспедиции организовывались, но все равно скажу вам кратко, говорить об этом рано. И никаких доказательств верности этой легенды достоверных не существует. Загадка, пусть навсегда останется загадкой. Вопрос в том, что по духу своему Александр вполне мог бы оказаться Федору Кузьмичу. Он мог бы быть тем человеком, который откажется от власти, которого никогда, вспомним, первые его года желание уйти в честную жизнь, которое никогда не хотел, которое он всегда воспринимал как премия и как искупление. И вполне мог бы так взять и уйти. Если бы это было так, если бы эта легенда оказалась вдруг правдой, то тогда бы мы сказали, что Александр не просто дважды искупил, или попытался искупить свой грех от соубийства. Один раз путем попыток преобразования своего отечества в более свободное, в более правильно организованное, а другой раз спасением своего отечества от завоевания, от наполеоновского вторжения. Но и личным примером искупил уходом в безвестность, с молитвой, с милосердием, отказом от самого максимума славы, власти и признания, которое было в мире того времени. За период царствования Александра население России выросло с 36 до 53 миллионов человек. Я сказал максимум признания в мире, потому что Россия действительно была при Александре на вершине всемирной славы, а ее монарх стал вершителем судеб континента. Масштаб того геополитического влияния, которым обладала империя после наполеоновских войн, не снился ни Петру Великому, ни Екатерине. Ну, может быть, единственное, да и то недостаточное сравнение это влияние Советского Союза сразу после победы СССР во Второй мировой войне. Ну и то, честно говоря, все-таки одно дело наше были в Берлине, а другое дело в Париже. Об Александре много сохранилось памяти, памятных мест. Вот он не обделен в этом отношении монументальной пропаганды. Памятники Александру стоят в Таганроге, в Хельсинки, в Архангельске, в Выборге, в Турку. Есть замечательный памятник ему, недавно открытый президентом России, прямо в Александровском саду около Кремля. Он такой очень классический, в стиле соцреализма, но зато там есть панно, если для безграмотных, бронзовые, где изображены основные деяния великие императора Александра. Ну и, конечно, самая замечательная из памятников ему – это Александрийский столб на Дворцовой площади в Петербурге. Куда похлеще вандомской колонны, вонапартию в Париже. Имеем Александра названа земля Александра I в Антарктиде, открытая, кстати, во время его царствования экспедиция Белинсгаузена. Есть улицы, площади Александра и в Берлине, и в Хельсинки, но опять тот же самый Александровский сад в Москве и Александровский парк в Петербурге. В 1814 году, после капитуляции Парижа, Государственный совет, Сенат и Сенот совместно отправили к Александру депутацию с письменным ходатайством дозволить им возвести в Париже памятник императору при следующей надписи «Александру благословенному, благодарная Россия». Император категорически отказался. Он отказался от памятника. Александрийский стол будет поставлен его младшим братом спустя много лет после его смерти. Он отказался от наименования благословенного, написав следующее. «Это не соответствует тем чувствам умеренности и духу смирения, которые я стремлюсь внушить моим подданным. Да благословляет меня в сердцах своих народ мой, как и я в сердце своем благословляю он и». Как бы он ни отказывался, но название благословенное так и закрепилось в отечественной истории. Ну и наконец вернусь к Александрийскому столпу. А это уникальный совершенно памятник. Никто, наверное, не представляет, кроме специалистов, что у него нет фундамента. Точнее говоря, у него нет никакого крепежа. Это грандиозная колонна, сделанная из цельного куска гранита. Я совершенно не представляю, как при том развитии техники во времена Николая I ее вообще доставили на Дворцовую площадь. Она стоит только под собственным весом. Это результат идеального архитектурно-математического расчета. Она стоит сама по себе. Вот уже почти 200 лет. Кстати, устанавливали ее из горизонтального положения. Опять же, никакой техники, лебедка и веревка. Установили ее очень быстро, за 40 минут, в присутствии как раз Николая и 100 тысяч зрителей, которые собрались почтить память покойного императора Александра и поприсутствовать при установке молниеносной, можно сказать, установке этой александрийской колонны, этого чуда российской инженерной мысли. Так вот, стоит она сама. И это вот самостояние, самостоятельность, наверное, была одной из главных черт Александра, залогом его величия, словами Пушкина. Он умел в нужный момент принимать самостоятельные решения, не навязанные окружением, не те, к которым его подталкивали ненадежные союзники, монопарт, романтики друзья по комитету, окружение, принуждавшее его к компромиссу с Наполеоном. Он умел принимать самостоятельные решения. Можно ли было править лучше? Ну, слушайте, легко искать блох в чужой работе. Вот вы бы оказались на его месте и попробовали бы быть лучше. Так что вспомним Александра добрым словом, благословим его память. Это был действительно один из самых редких государей на нашем престоле, который умел сочетать в себе властность, умение управлять и человечность, стремление делать окружающим благо. А вообще, вы знаете, именно при Александре было окончательно принято среди дворянства обращаться к друг другу только на вы. Всегда, при любых обстоятельствах. Ни один фельдмаршал, ни один генерал, ни один князь не мог тыкать прапорщику. Тем самым он просто унижал сам себя. Это было категорически не принято. Пусть и не во всей стране, не во всей империи, но хотя бы ее образованном слое люди начинали понимать, что такое честь и достоинство. А это очень важно. Спасибо. До следующих встреч. Пишите ваши отзывы, комментарии, ставьте оценки. Наш курс идет вслед за вашими пожеланиями. Спасибо вам за любовь к русской истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!